Когда мужчина был в нашем имперском темном племени, он действительно был вытающимся воином. Медленно объяснила Адри, под конец ее лицо стало суровым. Если мы сможем найти Минхуна, возможно, мы найдем дорогу домой. Глаза Шииня сверкнули. По словам Адри, Минхун был мудрецом пустынной территории, который несколько раз входил в морскую область бытия и благополучно возвращался. Конечно, он должен был знать, как вернуться на пустынную территорию. Если бы они могли найти его, то тоже узнали бы, как попасть домой. Мой вам совет. Не думайте о нем, нахмурившись, сказал человек из водного племени. Он захвачен экспертом из клана души. Теперь он один из девяти великих жестоких душ того эксперта. В этом огромном море звезд клан души слишком властивый. Этот эксперт тоже ужасен. Даже я не смею провоцировать его, а таким детям, как вы, точно не стоит этого делать. На некоторое время он замолчал, а затем фыркнул и добавил. Учитывая, что вы прибыли из той же местности, что и он, я на этот раз вас прощу за такой поступок. И все же мой вам совет. Забудьте о том, что я сказал. Не провоцируйте этого эксперта из клана души. Я слышал, что он скоро прибудет сюда. Он старый друг драконьих ящеров. Вы двое должны держаться подальше от него. Затем он отвернулся от астероида и вернулся в свой стеклянный шар. Мужчина приказал своим членам племени продолжить путешествие. Что это за клан души? Они очень сильные? Шиянь посмотрел на членов клана Небесного Глаза. Остальные трои кивнули, их лица были мрачными. И Велен ответил. В этом огромном море звезд существуют миллионы видов, но все отличаются друг от друга. Клан души – один из семи сильнейших кланов, признанных всей Вселенной. По сравнению с кланом души наш клан Небесного Глаза – всего лишь незначительная раса. А что насчет клана драконьих ящеров? Спросил Шиянь. Предки этого клана давно покинули этот мир. В настоящее время, члены драконьих ящеров – второе поколение, которое еще не смогло достигнуть уровня территориального предка. Таким образом, клан драконьих ящеров – это просто клан второго сорта. Однако у клана души – расы, которая появилась вместе с нашим кланом Небесного Глаза после эры Абсолютного Начала, есть эксперт на уровне территориального предка. У них есть эксперт, который может контролировать темную энергию. Основные члены клана души – это не те, с кем могут конкурировать простые люди, сказал Ивелин. В его тоне слышалось уважение и восхищение. Глава 1368. Семь великих рас. Клан души – семь великих рас. Похоже, в этом огромном море звезд так много вещей, о которых мы еще не знаем. Можешь рассказать нам больше? Шиянь наблюдал, как большой стеклянный шар водного племени плыл и раскачивался, как массивный буй. Он медленно дрейфовал вперед, но постепенно набирал скорость. Поскольку он только прибыл в это место, мужчина мало что знал о морской области небытия. Бесполезная информация и Эвелина они столкнулись бы с неожиданными неприятностями во время путешествия. Поэтому, до того, как они достигнут территории клана Драконьих Ящеров, ему нужно как можно больше узнать об этой области. Хочу попросить тебя об одолжении, сказал Ивелин. Что ты хочешь? Шиянь нахмурился. Я могу детально рассказать о том, что тебя интересует. Я могу рассказать все, что знаю. Но прошу тебя об одолжении, если ты однажды достигнешь уровня территориального предка, пожалуйста, возьми одного члена нашего клана Небесного Глаза в качестве своего ученика. Ивелин выглядел напряженным и взволнованным, глядя на Шияня. Клан Небесного Глаза в этом огромном море звезд был простым кланом третьего класса. На их территории было полно опасностей, и их люди должны были жить в суровых условиях. Более того, вокруг их территории было много могущественных райис. У них часто возникали споры, но у клана Небесного Глаза не было преимуществ в бою. Обычно, если один клан хотел стать сильнее и получить одобрение раз более высокого уровня, у них был только один способ сделать это. В их клане должен был быть настоящий эксперт. До сих пор в клане Небесного Глаза никогда не было того, что смог бы достичь уровня территориального предка. Это была главная причина, из-за которого они находились в самом конце длинной очереди. Чтобы достичь уровня территориального предка, нужно было обладать темной энергией. Однако эксперты по темной энергии никогда не делились своей великолепной силой. Если бы им не пришлось становиться на колени перед каким-то экспертом, и он мог бы добровольно взять кого-то из них, чтобы обучить и пояснить истину темной энергии, то, в таком случае, их представитель мог бы достичь уровня территориального предка. Для Эвелин улучшение способности его расы было важнее всего остального. Учитывая то, что клан Небесного Глаза относили и к третьему классу, им было бы очень сложно убедить эксперта взять их на обучение. На самом деле, они вряд ли смогли бы стать учениками эксперта, который контролировал темную энергию. Поэтому Шиянь был их лучшим вариантом. В данный момент уровень Шияня был довольно низким, но если Эвелин сделает ставку на будущее, когда Шиянь сможет достичь уровня территориального предка, то его выигрыш будет очень хорошим. У него наконец-то появится шанс помощь клану Небесного Глаза оказаться в ряду лучшим раз. Конечно, пока он мог только предполагать, что Шиянь может достичь этого уровня. В противном случае, все оказалось бы напрасным. Эвелин был умным. Он знал, что даже если Шиянь потерпит неудачу, то он сможет нейтрализовать отношения с ним. Если он и смогут уничтожить одного такого врага, то это будет большое счастье для всего клана Небесного Глаза. Услышав его, глаза Адамса и Маши сверкнули. Они были так взволнованы, что даже начали слегка дрожать. Они поклонились мягкий знак Шияню, и на их лицах можно было прочесть мольбу. В этот момент Маша наконец-то поняла точку зрения Эвелина и осознала, почему Адамс, у которого на уме всегда были мелкие и хитрые замыслы, всегда прислушивался к Эвелину, если дело было серьезным. Если сегодня Эвелин достигнет успеха, это станет большой удачей для клана Небесного Глаза. Маша теперь стала уважать и восхищаться своим старшим спутником. Ну, будущее еще далеко. Я только нахожусь на уровне сферы зарождающегося Бога. Тебе не кажется, что еще слишком рано просить меня о таком, ведь мне еще далеко до того, чтобы достичь уровня территориального предка? Шиянь выглядел удивленным. Эвелин слегка улыбнулся и ответил честно. Учитывая положение нашего клана Небесного Глаза, нас никогда не выберет эксперт уровня территориального предка. И это очень грустно. Ты, по крайней мере, можешь дать нам надежду, и не важно, что это кажется лишь смутной мечтой. Пока у нас будет надежда, все будет немного лучше. Ладно. Шиянь в течение нескольких секунд размышлял, а затем решительно согласился. Я обещаю, что если однажды я достигну уровня территориального предка, я приму одного члена из вашего клана Небесного Глаза своим учеником. Я обучу его использовать силу и объясню все концепции. Эвелин. Адамс и Маша поклонились, чтобы поблагодарить Шияня. У клана Небесного Глаза именно так выражалась глубокая благодарность. Они выглядели взволнованными, как будто смогли увидеть свое великое будущее. Теперь ты должен рассказать мне как можно больше полезной информации. Сказал Шиянь, как скажешь, на лице Эвелина отобразилось почтение. Пока астероид направлялся на территорию клана Драконьих Ящеров, он рассказал Шияню все, что знал о клане Души и Семи Великих Расах, о всевозможных тайнах этой территории и некоторых слухах о состании их Абсолютного Начала. Благодаря рассказам Эвелин Шиянь узнал, что ужасная битва между существами Абсолютного Начала закончилась вместе с Эрой Абсолютного Начала. После этого загадочный мир породил множество видов. У них не было гигантских тел, подобных существам Абсолютного Начала. Однако, когда они достигали определенного уровня в своем совершенствовании, то они могли достичь того же уровня силы, что и существа Абсолютного Начала. Позже появилось слишком много рас, но многие из них были связаны с существами Абсолютного Начала. Например, клан драконьих ящеров был связан с ящерами, и было много других примеров. Среди стольких видов многие существа были не елишком могущественными, но обладали удивительной силой. Человеческий клан, например, имел обычные боевые навыки и средние основы. Тем не менее, они могли скрещиваться с другими расами, чтобы создавать новых живых существ. Расы во Вселенной были ранжированы на основе их силы. Первый класс, второй класс и третий класс. Было бесчисленное им множество кланов третьего класса, таких как клан Небесного Глаза. Были десятки кланов второго класса, но все признавали, что то было семь сильнейших кланов, включая клан Души, клан Таинственного Неба, клан Темных Демонов, клан Древних Монстров, клан Пожирателей, клан Белых Костей и Призрачный Клан. Эти семь великих рас жили на разных больших территориях морской области небытия. Они стали повелителем своих территорий. У каждого из этих кланов были свои особые способности. Клан Души, клан Таинственного Неба, клан Темных Демонов, клан Древних Монстров, клан Пожирателей, клан Белых Костей и Краткая и Призрачный Клан были самыми сильными кланами в этом море звезд. Все это знали. В этих кланах были эксперты на уровне территориального предка. Помимо экспертов уровня территориального предка, у них также было много экспертов уровня Царства Бессмертных, которые были близки к уровню территориального предка. У них была строгая шкала и критерии ДЛ Яранжирования экспертов. Маленькие, слабые расы должны были восхищаться и уважать воинов больших рас. Многие кланы второго или третьего класса вынужденно зависели от них. Но они считали отношения, которые им удалось создать с большими расами, своим великим достижением. В то же время сильные расы также пытались переманить на свою сторону как можно больше представителей ВТРового сорта. Например, член клана Души, о котором упоминал мужчина из водного племени, имел хорошие отношения с драконьями ящерами. На этот раз он преодолел миллионы миль, чтобы посетить клан драконьих ящеров, и собирался убедить их укрепить отношения между кланом драконьих ящеров и кланом Души. Самым лучшим вариантом было бы официально объединение кланов. Однако клан Души хотел, чтобы клан драконьих ящеров последовал за их лигой и стали их вассалами. Таким образом, клан драконьих ящеров будет находиться под защитой клана Души. Также, когда это будет необходимо, клан драконьих ящеров должен будет помогать клану Души. После того, как Эвелин рассказал ему о способностях клана Души, Шиянь не смог скрыть свой страх. Он повернулся к Адре. Если мы встретим этого парня, мы должны попытаться удержать его. Если мы начнем устраивать беспорядок, то не сможем сделать ничего достойного. По словам Эвелин, после уровня царства бессмертия находился уровень территориального предка. Все существа из эры абсолютного начала, которые еще существовали, были на уровне территориального предка. Это означало, что у клана Души Бээль по крайней мере один или два пугающих представителей на уровне Пустынного и Хуэя. Основные члены этого клана действительно были невообразимые. Возможно, когда Хуэй и Пустынный сражались против клана Души, они не одержали верх, особенно в тот момент, когда они не успели восстановиться, и их тела все еще были сильно повреждены. Шиянь Адре видели силу Хуэя своими глазами. Такая ужасающая сила была их худшим кошмаром. К тому же, в то время, когда они сражались, Хуэй был не в лучшей форме. Размышляя о персонажах на уровне Хуэя в клане Души, Шиянь и Адре почувствовали оцепенение, поскольку они чувствовали себя невероятно маленькими. Не волнуйся, я знаю, как себя вести. Я не дура. Адре горько поморщилась. Пока они слушали рассказы Эвелина о расах во вселенной, астероид летел довольно быстро. По пути они также встретили им иного инопланетян из разных рас. В конце потока астероидов они увидели массивную планету. Эта планета выглядела довольно странно с бесчисленными пещерами и углублениями. Казалось, что они покрывают всю планету. Звезда драконьего ящера – территория клана драконьих ящеров. В морской области небытия нет цельной планеты. Звезда драконьего ящера была образована из бесчисленных разбитых кристаллов. Существа использовали свою сверхъестественную силу, чтобы собрать их и сложить. Через столько лет она стала тем, что мы видим сейчас, объяснил Эвелин. Глаза шияня прояснились. Он обнаружил, что, хотя звезда драконьего ящера была больше, чем материк благодати в дюжину раз, эта планета имела бесчисленные трещины и ямы на поверхности. Это были следы, которые остались после того, как соединили множество кусков астероидов. Кроме того, он увидел много темных бездонных пещер. Поверхность звезды драконьего ящера была желто-коричневой, и из многих пещер исходила сила притяжения. Со своей посыцией шиянь видел множество потоков астероидов, дрейфующих к пещерам на звезде драконьего ящера. Они были как открытые рты, пытавшиеся поглотить всю свободную материю в море звезд. Насколько велика эта звезда драконьего ящера, и зачем она все притягивает? Она поглощает все астероиды? Когда Адри увидела звезду драконьего ящера и услышала то, что рассказал Эвелин, она оказалась ошеломленной. Она довольно массивная. Эта звезда во много раз больше, чем астероид, на котором мы путешествуем. Тем не менее, они не занимают всю планету. Они находятся глубоко внутри нее, и, используя свою силу, притягивают астероиды. Но они не едят камни, а просто поглощают энергию, которая находится внутри них. Обычные воины не могут этого делать. После того, как вся энергия высасывается, астероиды превращаются в порошок или маленькие камни, которые со временем становятся частью планеты. Или остатки бросают туда, где ничего нет. Эвелин улыбнулся и рассказал о других изумительных чертах. Мы посетим звезду драконьего ящера. Члены клана драконьих ящеров встретят нас в пещерах. Они возьмут нас на фестиваль. Здесь нам не нужно будет делать ничего особенного. Что нам тут делать? Адри была сбита с толку. Взглянув на астероид, на котором они двигались, она стала мрачной. Внутри их астероида спрятался трехногий нефритовый котел. Они не знали, что это было, кроме того, что это было божественное оружие абсолютного начала. Если бы он попал в желудок драконьего ящера, это было бы очень плохо. Не то чтобы они опасались этого божественного оружия, но никто из них, на самом деле, не мог его приручить и стать его хозеином. Просто отпусти его. Я оставлю на нем след. Тогда мы можем видеть только то, что хотят великие небеса. Решительно сказал Ши Ян. Глава 1369. Бессмертная гранула. Ши Ян в виде ядра выпустил поток энергии души с темной энергией, который прикрепился на поверхности трехногого нефритового котла, находящегося внутри астероида. Вместе с Адри он запрыгнул на пылающую кристальную облачную лодку клана Небесного Глаза и увидел, как астероид с котлом внутри входит в огромную пещеру на звезде драконьего ящера. Массивный трехногий котел не стал избавляться от ядра с темной энергией, которую оставил Ши Ян. Теперь мужчина мог использовать свою душу, чтобы соединиться с тем пучком энергии, который он оставил. Мы пойдем этим путем. Ивелин посмотрел на исчезающий одинокий астероид. Затем он указал на пещеру, где стояли на якоре белые костяные корабли клана Драконьих Ящеров. Там их ждали несколько воинов Драконьих Ящеров. Вокруг было много линкоров странной формы и военных колесниц, на которых находились члены инопланетных племен. Все они направлялись к звезде Драконьего Ящера и входили через пещеры. Вокруг звезды не было ни облаков, ни тумана. Вся эта планета была хорошо видна со всех сторон в космосе. Многие пещеры на поверхности планеты поглощали астероиды, но было несколько пещер, через которые могли войти посетители и оказать сья на планете. Мы-мы войдем прямо в звезду Адри была поражена. Императорское темное племя жило на поверхности материка Благодати. Они не жили под землей, так как там не было солнечного света. Именно поэтому Адри думала, что они должны приземлиться на поверхности звезды Драконьего Ящера. Однако она увидела, как странные инопланетяне входили прямо в пещеры, и это ее действительно очень удивило. Конечно, поверхность звезды Драконьего Ящера заполнена осколками разбитых звезд. Клан Драконьих Ящеров никогда ее не очищал, поэтому все так и лежит на поверхности, объяснил Эвелин. Вскоре после этого их пылающая кристальная облачная лодка подошла ко входу. Маша сняла браслет с запястья и показала охранникам. Эвелин поговорил с охранниками, и они позволили им пройти. Пылающая кристальная облачная лодка прошла через серую область, похожую на вакуум, а затем опустилась в массивную пропасть. Эта бездна была как изумительная, внушительная долина с круглыми стенами, где было видно множество пещер. Представители разных раз заходили и выходили из этих пещер. Внутри долины была стоянка, в виде плоскости. Их пылающая кристальная облачная лодка приземлилась между множество линкоров различной формы. После того, как воин-драконий ящер проверил их жетон пропуска, он вызвал другого охранника, который должен был отвезти их туда, где они могли остановиться. Охранник отвел их в одну из пещер, которую они видели по дороге. Зайдя внутрь, они обнаружили, что пещера была довольно просторной со многими комнатами разных размеров. В этой пещере были комнаты для совершенствования, ванные комнаты и даже комната для обработки инструментов. По сути, здесь было все необходимое. Члены клана драконьих ящеров живут в пещерах. Поскольку эта звезда была образована из разбитых звезд и астероидов, у нее нет пригодной поверхности, также на ней нет никакой флоры. Там можно найти только фрагменты разбитых звезд и космическую пыль, которая выглядит склеенной. Во любом случае, члены клана драконьих ящеров любят камни. У них даже каменная кожа, и они очень любят жить в пещерах, объяснил Эвелин, после того, как охранник ушел. Их пещера была расположена на стороне круглой стены. Шиянь заметил и обнаружил, что эта область была похожа на массивную чайную чашку. Внизу находилась стоянка, где стояли корабли и военные колесницы. В этой стене специально было создано множество комнат для размещения посетителей. Они собрались вместе и стали рассматривать то, что было вокруг. Вскоре они обнаружили, что рядом с ними и напротив них было много живых существ, напоминающих их. Многие разговаривали на своих языках. Хотя Шиянь использовал печать печати, которую получил от Маши, он не мог понять, о чем они говорили. Эти существа использовали свои особые языки, и таких не было в печати памяти Шияня. В этих пещерах было много существ с пугающими аурами. Большинство из них находились на уровне сферы первозданного бога, сферы бесплотного бога или сферы зарождающегося бога. Были некоторые эксперты бессмертной сферы, но они были в первом небе бессмертной сферы. Шиянь не смог ощутить ауру эксперта второго неба бессмертной сферы. Члены клана драконьих ящеров имели сферы бесплотного бога и сферы зарождающегося бога. Они расселяли посетителей и краткое из разных кланов, чтобы те могли отдохнуть и поправиться в своих помещениях-пещерах. Около тысячи человек, около десяти воинов достигли первого неба бессмертной сферы, Адри прищурилась и запустила свое сознание души. Вскоре после этого она смогла осознать сильные стороны присутствующих и оказалась удивленной. О, их сферы не очень глубоки. Ивелин был ошеломлен, глядя на нее. Ты только что достигла первого неба сферы зарождающегося Бога. Как ты можешь видеть так много? Адри не ответила. Ивелин был поражен. Он больше не осмеливался смотреть на нее свысока и начал просто объяснять. Здесь простое жилье. У клана драконьих ящеров есть много областей, подобных этой. Они оставляют некоторые специальные области для могущественных кланов. Думаю, что ты уже кое-что поняла. Здесь, где мы остановились, это место для представителей третьего класса. Ранее он не уважал Адри, поскольку думал, что она намного хуже Шиеня. Она достигла только первого неба сферы зарождающегося Бога, поэтому, по он считал, что женщина мало на что была способна. Ивелин, на своем уровне не мог видеть и анализировать сферы воинов в этой области. Но Адри могла это делать, и он действительно был поражен. Только теперь Ивелин понял, что Адри была не просто воином, и ему стоит быть с ней осторожным во время разговора. Есть другие похожие области. На холодном лице Адри появился оттенок страха. Конечно, ты видишь здесь представителей водного племени? Нет, поскольку у них лучшие отношения с кланом драконьих ящеров, им предоставили лучшее жилье. Если придут члены клана души или представители других шести великих кланов, кайлан драконьих ящеров будет относиться к ним как к самым значимым гостям. У них будет все самое лучшее, а старшие члены клана драконьих ящеров должны будут приветствовать их лично, сказал Ивелин с небольшим унынием. Их клан небесного глаза относился всего лишь к третьему классу. Они были даже не такими сильными, как клан драконьих ящеров. Поэтому никто не собирался относиться к ним с большим уважением. Было неплохо то, что им выделяли хоть такое жилье. Во любом случае, они чувствовали сожаление и уныние. Пока они разговаривали, представители других раз также обсуждали свои вопросы в своих пещерах. Клан драконьих ящеров продолжал принимать все больше и больше посетителей, организовывая их пребывание в разных пещерах. Приземлившиеся линкоры находились на огромной нефритовой платформе, похожей на лотос. Некоторые воины сидели у кайрая этой платформы, опустив головы и что-то обсуждая. У них были некоторые материалы для совершенствования, гранулы, деревянные бревна, писания и даже редкие кристаллы. Что это такое? Шиянь указал на платформу, подобную лотосу. Прибывает очень много членов разных кланов. Всем нужно время, чтобы приспособиться и подготовиться. Драконьим ящерам также нужно время, чтобы все подготовить. Фестиваль начнется, когда прибудет большинство гостей. До этого нам придется ждать в нашей пещере. Конечно, у клана драконьих ящеров есть и другие дела. Эта платформа в виде лотоса создана для того, чтобы члены разных кланов имели возможность заниматься торговлей различных материалов. Любой, у кого есть дополнительное оружие или какие-то материалы, которые они не используют, может их там обменять. Ивелен улыбнулся и ненадолго замолчал, но затем добавил. Большинство из них интересуется бессмертными гранулами клана драконьих ящеров. Я привел свою сестру сюда с надеждой получить одну бессмертную гранулу. Конечно, никто не знает, удастся ли нам это или нет. Бессмертная гранула Адри выглядела заинтересованной. Что это такое? Ивелен посмотрел на Машу и сказал. Моя сестра находится на третьем небе сферы зарождающегося бога. Если она получит бессмертную гранулу клана драконьих ящеров, возможно, она сможет перейти на бессмертную сферу. В этом огромном космосе эти бессмертные гранулы действительно волшебные. Даже у семи великих кланов нет лучших доступной нам вещей. Услышав его, Шиянь стал взволнованным. Он спросил. Это может помочь перейти на бессмертную сферу? Как оно может помочь в этом? Невозможно достичь такого уровня только с помощью гранулы. Если бы ты знал, как трудно совершенствовать бессмертную гранулу, ты бы поверил в это. Ивелен нахмурился. До сих пор остается загадкой, как совершенствовать бессмертные гранулы. Ходят слухи, что только существа абсолютного начала заинают, как и только эксперты на уровне территориальных предков могут их совершенствовать. Бессмертные гранулы требуют, по крайней мере, одну звезду жизни седьмого уровня, основой которой являются миллиарды жизней. Эксперты территориальных предков должны изменить всю звезду жизни с миллиардами жизней и сделать ее размером с гранулу. Звезда жизни седьмого уровня и миллиарды жизней на ней вместе с земной и небесной энергией образуют бессмертную гранулу, которая может обмануть руку создателя, чтобы помочь экспертам достичь бессмертной сферы. Ивелен не стал придавать значение тому, что шияни адри выглядели ошеломленными. Он просто продолжил. Конечно, гранула только увеличит шанс для экспертов перейти на бессмертную сферу. Вы же понимаете, что нет никаких гарантий. Все зависит от врожденных талантов и основ этого человека. Но многие люди умерли сразу после использования гранул и не смогли развиться. На некоторое время он сделал паузу и внимательно наблюдал за ними, а затем заговорил на языке пустынной территории. Я слышал, что ящер, существо абсолютного начала, ушел во время использования бессмертной гранулы. Он ушел, чтобы найти звезду жизни седьмого уровня с миллиардами жизни на другой территории, и все для того, чтобы совершенствовать бессмертную гранулу. Никто не знает, что он испытал. Он ушел. Драконьим ящерам пришлось использовать их кровную связь и потратить много времени, чтобы найти его останки примерно с десятью бессмертными гранулами. Никто не знает, как или почему ящер умер. До сих пор это остается загадкой. Слушая Эвелин, Адри побледнела. Использовать миллиарды жизни и звезду жизни седьмого уровня, чтобы совершенствовать гранулу. Ящер точно был сумасшедшим. Чтобы совершенствовать эту бессмертную гранулу, он уничтожил так много жизней, а все для того, чтобы стать экспертом бессмертной сферы. Именно поэтому бессмертные гранулы бесценны. Конечно, метод совершенствования сейчас почти утерян, и немногие настолько сумасшедшие, чтобы это сделать. Вот почему бессмертные гранулы привлекают сюда множество существ. Это из-за их чудесных и невообразимых эффектов. Клан Души пытается заключить связь с кланом драконьих ящеров, так как они хотят узнать метод совершенствования. К сожалению, драконьи ящеры говорят, что не знают его. Но клан Души думает, что они просто хотят скрыть этот секрет. Сколько гранул у драконьих ящеров? Внезапно спросил Ши Янь, и его глаза засияли. Я хочу быстро добраться до бессмертной сферы. В противном случае, мне предстоит огромная борьба, чтобы продвинуться вперед в этом море звезд. У меня должна быть одна из тех бессмертных гранул. Глава 1370. Про отец драконьий ящер. Где-то внутри звезды драконьего ящера. Там находился довольно большой пузырящийся пруд славой со вспыхивающей жидкостью. Это было похоже на огромное сердце, которое горело, и полностью было красным. Бесчисленное количество камней вокруг пруда превращались в жидкост мягкий знак. Скрипучие и хрустящие звуки эхом разносились по пруду славой. Казалось, что какой-то гигантский монстр что-то есть в пруду. Астероиды проходили через каналы пещеры и оказывались в пруду славой. Среди них был обычный на вид камень, который двигался с потоком. Но этот астероид скрывал божественное оружие эры абсолютного начала. В этот момент астероид приблизился вместе с другими астероидами и упал в подобное сердцу пруд с лавой. Пылающая жидкость расплескалась повсюду, никто не мог увидеть массивный трехногий котел внутри астероида. Когда он упал в лаву, он внезапно сжался в миллиарды раз и превратился в маленькую светлую точку. Прошло немного времени и астероида вовсе не стало видно. Пять членов клана драконьих ящеров, находящиеся на втором небе бессмертного царства, вышли из пещеры рядом с прудом. Они почтительно остановились у пруда с лавой, склонили головы и стали звать прадца. Вскоре после этого лава начала бурлить, а затем из горящего пруда вылетела фигура. Он не сильно отличался от других членов клана драконьих ящеров, за исключением своей кожи, которая была похожа на алый и краткий камень, заполненный узорами. Во всяком случае, это было не его настоящее тело. Это был клон, созданный из его силы и дыуши. Его настоящее тело все еще находилось в пруду в самой глубокой области звезды драконьего ящера. Про отец, когда его увидели пятеро экспертов клана драконьих ящеров, они приветствовали его с уважением. У драконьего ящера были густые странные рыжие волосы и рыжая борода. Каждая из его мышц была наполнена взрывной силой. Энергия в этом клоне не была шуточной. Он посмотрел на пять экспертов, а затем заговорил голосом, который напоминал раскаты грома. Вы все пришли сюда. Прибыл кто-то важный? Про отец, прибыл командующий Сингх из клана души. Ответил один из драконьих ящеров. О, в этот раз Сингх пришел рано. Глаза драконьего ящера стали невероятно темными. Некоторое время подумав, он добавил. Мое настоящее тело только что закончило есть. Мне еще нужно время, чтобы все переварить. Я полагаю, что Сингх прибыл сюда по старым вопросам. Они хотят, чтобы мы объединились с их кланом души. Про отец, похоже, что объединение с кланом души не причинит нам вреда. Сказал эксперт. Никакого вреда. Драконьий ящер фыркнул. Ты думаешь, с кланом души будет легко жить? Как только мы объединимся с ними, мы будем связаны вместе. Они будут контролировать нас. У нас больше не будет свободы. Сингх хочет объединиться с Энами из-за бессмертных гранул и метода их улучшения. Жаль. Про отец, ты на пике бессмертного царства. Ты находишься всего в одном шаге от уровня территориального предка, но ты не освоил темную энергию, и это не позволяет тебе стать настоящим территориальным предком. Если мы не дадим им нужный ответ, не станет ли клан души нас беспокоить? Сказал другой эксперт. Лицо драконьего ящера стало мрачным. Находясь в покое, я изучал темную энергию. Я думаю, что мне нужно немного больше, но этот барьер не является чем-то недосягаемым. В тот день, когда я перейду на уровень территориального предка, нам больше не нужно будет думать об отношении с кланом души. Сделав паузу на некоторое время, он добавил. У нас все еще есть три бессмертных гранулы, оставшиеся от наших предков. Я надеюсь, что мы сможем использовать их белья обмена на что-то, что связано с темной энергией. Вы, ребята, должны распространить новость о том, что мы будем отдавать им приоритет любым священным писаниям, сокровищам или методам, связанным с изучением темной энергии. За это мы готовы отдать бессмертную гранулу. Пять членов клана драконьих ящеров с уважением кивнули. Они поняли, что если в клане появится эксперт уровня территориального предка, то клан второго класса может стать кланом первого класса. Только племя с экспертом уровня территориального предка может получить прочную основу в этом море за выезд. На этот раз Синг пришел сюда немного раньше. Это не похоже на него. Кроме него, есть ли представители других высших кланов? Спросил драконьий ящер. Пока нет, эксперты покачали головами. Ладно. После того, как я переварю еду, я смогу использовать свою душу, чтобы охватить всю звезду драконьего ящера. Я смогу увидеть каждое волнение на этой планете. Но сейчас мне нужно, чтобы вы, ребята, внимательно следили за ними. Раз пространите новости и скажите им, что мы отдадим приоритет тем, кто знает о темной энергии, и заплатим за нужные знания пьесмертной гранулой. Те, у кого есть хорошая информация, могут прийти и лично встретиться со мной, приказал драконьий ящер. Пять экспертов уровня второго неба бессмертного царства почтительно кивнули и ушли. Когда они ушли, он нахмурился и с подозрением посмотрел на пруд с лавой. Затем тихо пробормотал. Я чувствовал слабую душу, но ничего не смог найти. Странно. Я ошибся. Поскольку его царство было огромным, он не смог почувствовать, когда божественное оружие эры абсолютного начала оказалось у него в животе. Кроме того массивный трехногий котел сжался, превратившись в маленькую точку, и его аура смешалась с другими астероидами, поэтому он и не смог его найти. Внутри долины в звезды драконьего ящера. Эта долина сильно отличалась от района, где остановилась группа Шияня. Вся долина была отремонтирована, она выглядела роскошной и красивой. На этой территории было много дворцов. Группа членов клана души носила свободные черные одежды, которые открывали только их бледные лица. Все они левитировали. Их ноги не касались земли. Они остановились во дворце под землей, но это не была пещера. На всей этой долине находились только члены клана души. Здесь не было ни одного существа из какого-либо другого клана. Клан драконьих ящеров никому не позволял селиться в этой области и беспокоить клан души. Они были одной из семи великих рас в этом космосе, и к ним относились намного лучше, чем к группе Шияня. Внутри большого дворца зловещий старик, окутанный потрепанной черной парчевой мантией, перемещался между многими душами. У этих душ были формы инопланетных воинов и даже зверей. Их было тысячи, они собирались вместе, создав большую гору душ. Он парил на вершине горы душ и холодно посмотрел на воина, стоящего на коленях на земле. Что сказал драконий ящер? Командующий, сэр. Он сказал, что еще не закончил принимать пищу. Он попросил вас подождать некоторое время. Скоро он лично с вами встретится, сообщил воин из клана душ. Хурм. Лицо синха потемнело. Драконий ящер хочет выиграть больше времени, надеясь достигнуть уровня территориалного предка. Смешной. Нелегко перейти на уровень территориально предка. Если бы он мог использовать свою силу, чтобы прорваться, он бы уже сделал это. Я думаю, что он будет использовать три бессмертные гранулы, пытаясь найти помощь, чтобы перейти на уровень территориального предка. Ну, раз он так хочет, то пусть попробует. Хотя бессмертные гранулы драгоценны, но они ничто по сравнению с силой темной энергии. Командующий, что нам делать, если на этот раз он не согласится на сотрудничество? Спросил воин из клана души. Лицо синха стало холодным. На этот раз ему будет нелегко. Наши старейшины почти потеряли терпение. Если он не захочет следовать за нами, нам придется с ним разобраться. После этих слов, он махнул рукой, показывая, что воин свободен. Взглянув на подчиненного, Синг сказал. Ладно, уходи. Мне нужно немного подумать. Как только воин ушел, он вспыхнул, а затем исчез, как рассеивающаяся душа. Некоторое время Синг размышлял, а его душа перемещалась. Через пару мгновений, под горой душ появилась ушедшая душа. Эта душа выглядела худощавой. Она начала крутиться и мерцать, казалось, что она может вот-вот погаснуть. Как только эта душа появилась, она открыла рот, чтобы поглотить тусклые, ушедшие души вокруг. Смутная фигура быстро начало сгущалось и становилась настоящей. Она напоминала темное облако. Пламя, похожее на скользящую духовную змею, вылетело изо рта Синха и тут же обожгло эту ушедшую душу. Душа, которая только что стала настоящей, исказилась в агонии. Она боролась с пламенем и печально визжала. Похоже, пламя кармы начало сжигать ее ядро. Душа снова угасла. Минхун, ты хочешь поговорить сейчас? Синху смехнулся. Где вход в пустынную территорию? Если ты скажешь мне правду, уверяю тебя, я освобожу твою душу и предоставлю хорошее место для восстановления. Душа стала расплывчатой, как рассеивающееся облако. Его затуманенное лицо повернулось к Синху, его голос был слабым. Можешь об этом даже не думать. Даже если моя печать души исчезнет, я никогда не скажу тебе, где находится вход в пустынную территорию. Если бы моя сила не была такой странной, ты бы долго очищал меня и использовал бы свою особую технику, чтобы извлечь мои воспоминания. Но, к сожалению, ты знаешь, что если я потеряю память, моя душа рассеется. Ты ничего не получишь от меня. Зачем тебе это нужно, Минхун? Пустынное существо абсолютного начала – это уровень территориального предка пустыней территории, но его тело теперь разделено. Когда наш клан души покорит пустошь, вы больше не сможете контролировать свою судьбу. Что хорошего в том, чтобы ты продолжаешь держать это в секрете? Синха нахмурился. Минхун грустно улыбнулся. Ты думаешь, что я не знаю принцип твоих действий? Если я скажу тебе, где вход в пустынную территорию, миллиарды живых осуществ на нашей территории станут энергией для твоей души. Ты оставишь кого-нибудь живым? Нет, ха-ха. Я сейчас вот чайнее. Если ты хочешь уничтожить мою душу, просто сделай это. В любом случае, тебе не стоит даже мечтать о том, что я расскажу, где вход в пустынную территорию. Ну, даже если ты хочешь умереть, это будет нелегко. Синха улыбнулся. Пламя внезапно стало сильнее. Слабая форма души Минхун начала ярче гореть и искажаться. Он громко кричал, испытывая невероятно жестокие мучения. Минхун, подожди и сам увидишь. Я найду вход в пустынную территорию. Я заставлю тебя наблюдать за тем, как наш клан души очищает пустошь и уничтожает все существа в пустынной территории. Я хочу, чтобы ты увидел это. Никто не сможет противостоять нашему клану. Синх высокомерно рассмеялся, а его внушительная аура стала более сильной. Тебе лучше найти его до того, как пустынный проснется и объединится со своим телом. Иначе, когда пустынный вернется, он заставит ваш клан души жить в бедствиях. Я хочу увидеть, кто будет победителем. Несмотря на то, что Минхун кричал, он все же смог возразить. Казалось, он знал, что Синх не уничтожит его окончательно. О, так ты думаешь, что раненым существам абсолютного начала легко полностью восстановиться? Уахахаха, не волнуйся, этого не будет. Я покажу тебе. Даже без твоей помощи наш клан души все равно найдет вход в пустынную территорию и все уничтожит. Сделав паузу на некоторое время, Синх продолжил. Если мы сможем получить ее, я смогу изучать и контролировать темную энергию. Я смогу достичь уровня территориального предка. Я стану новым экспертом на уровне территориального предка в моем клане. Минхун, ты сам скоро все увидишь. Я перейду на уровень территориального предка быстрее, чем кто-либо. Фыркнув, он продолжил. Драконий ящер упрямый. Он думает, что легко перейти на уровень территориального предка. В нашем клане есть эксперты на этом уровне. Однако я уже много лет не могу его достичь. Он настоящий мечтатель, раз говорит о том, что сможет перейти на уровень территориального предка. Глава 1371. Торговля предметами. На нефритовой платформе находилось много существ из разных кланов. Перед ними были специальные материалы для совершенствования, которые они хотели продать или обменять. Большинство из них были редкими и драгоценными и включали разные куски нефрита и кристаллов, божественное оружие, наборы доспехов и многое другое. Все они были изысканно изготовлены. Эти материалы для совершенствования были блестящими и красочными. Воины хотели использовать их для обмена на то, что нужно было им. Это была открытая площадка для обмена, которую клан Драконьих Ящеров подготовил для посетителей, читая бы они могли обмениваться вещами в ожидании праздника. В этот момент Шиянь, Адри и Велины двое других гуляли по району. Их глаза светились, когда они стали рассматривать предметы. Небесный лесной камень, бессмертный трон лотоса, шелк пожирающей души. Ух ты, это все бесценные вещи. Глаза Адри засветились, и она сказала. У нас такие вещи считаются очень редкими, а на рынке их почти никогда нет. Я даже не думала, что здесь могут их так спокойно продавать. И Велин улыбнулся, а затем объяснил. Пустынная территория, это просто отдаленный район. Люди даже не знают, где находится вход на территорию. В чрезвычайно обширной вселенной много разных территорий. Но в эту морскую область небытия приходят только лучшие воины. Таким образом, большинство воинов, путешествующих по морской области небытия, являются главными воинами на своих территориях. Учитывая это, все что они приносят довольно необычное. На какое-то время он сделал паузу, а затем добавил. Более того, морская область небытия была сформирована из многих разрушенных территорий после эры абсолютного начала. Во многих странных областях все еще есть драгоценные сокровища тойеры. Они могут быть даже более ценными, чем то, что мы сейчас видим. Если мы доберемся до других районов, то сможем найти больше хороших предметов. Шильян кивнул. Он знал, что эта область была лишь уголком звезды Драконьего ящера, местом, где должны останавливаться кланы третьего класса. Но более могущественные кланы, такие как водное племя, размещаются в лучших районах, и в зоне обмена там больше редких и бесценных предметов, чем здесь. В основном, в этой области, они меняют свои предметы на другие. Они редко просят божественные кристаллы за покупку или продажу чего-либо. В этой огромной вселенной много божественных кристаллических жил. Таким образом, божественные кристаллы не считаются редкими. Им нужны материалы, которые подходят для их совершенствования. Обратите внимание, и вы сможете узнать, что они хотят обменять за свои товары, сказал Эвелин. Торговая зона была похожа на сложный рынок со множеством продавцов и покупателей. Инопланетяне ходили вокруг и делали покупки. Когда они находили подходящие материалы, они начинали разговаривать с продавцами. Если у них было то, что просили, сделка завершалась успешно. Слушая Эвелин, Шильяне и Адри оглянулись и обнаружили, что большинство продавцов говорили на популярных языках, так Шильяне писали то, что хотели получить за свой товар. Инопланетянин, который продавал камень небесного леса, хотел обменить мягкий знак его на материалы, подходящие для концепции молнии. Этот воин имел базу совершенствования второго небосферы зарождающегося бога. Энергия, исходящая от него, была ясной и краткой молнией. Очевидно, он совершенствовал концепцию молнии и электричества. После прогулки по области Шильяне и Адри увидели много вещей, но не нашли ничего подходящего для себя. Таким образом, они продолжали ходить и смотреть. Ребята, мы хотим прогуляться и все посмотреть. Мы пойдем туда. Увидимся там, где мы остановились. Эвелин предложил разделиться. Шильяне и Адри были не против. После этого трое экспертов из клана Небесного Глаза направились в другой район. Шильяне и Адри пошли дальше вдвоем. Они так разговаривали, что можно было подумать, будто они пара. Здесь было так много инопланетян. Большинство из них имели гуманоидные черты с некоторыми модификациями. У некоторых были изогнутые рога, у некоторых были страшные хвосты и длинные уши. А у некоторых даже была странная узорчатая кожа. Хотя они были из разных рас и общались на своих языках, в данный момент все разговаривали на популярном языке. Поэтому всем было довольно легко общаться. Ах! Адри внезапно вскрикнула и остановилась перед инопланетянином. Ее глаза стали излучать странный свет. У этого инопланетянина были волнообразные синие узоры по всему телу. Он был человеком средних лет, совершенствующий силу ветра и грома, так как остальные слышали слабые звуки воющего ветра и грохочущего грома из его тела. Внимание Адри привлек черный кувшин, в котором были четкие колебания энергии души. Адри почувствовала особую силу концепции, и она знала, что души, запертые внутри, не были обычными. Шильянь кое-что ощутил и оказался пораженным. Он сказал, три души в третьем небе сферы зарождающегося бога. Их сознание было стерто, осталась только чистая энергия души. Неплохо. Он знал, что Адри может использовать свою силу концепции, чтобы поглотить сильные души, для увеличения уровня своей сферы и силы. Это была уникальная сила концепции императорского темного племени. Это было также причиной, по которой Минхаа был наиболее подходящим воином для совершенствования силы концепции контроля души. Эта техника казалась невероятной. Я обмениваю их только на вещи, подходящие для моей силы концепции. Мужчина средних лет открыл глаза и посмотрел ин, о Шильяне и Адри. Его тон был нетерпеливым, и он добавил. Если у вас нет того, что мне нужно, то уходите, не заслоняйте тофар. Он был одним из нескольких экспертов бессмертной сферы в этой торговой зоне. Увидев, что Адри и Шильянь были в сфере триорождающегося бога, он догадался, что у них не было ничего хорошего для торговли. Таким образом, он показал им уродливое лицо и попросил их отойти, потому что они стояли и блокировали вид воинам с сокровищами. Хэм. К сожалению, у меня нет подходящего ему предмета. Адри выглядела грустной. Сказав это, она пошла дальше. Три души в этом кувшине были действительно привлекательными для нее. Если бы она смогла объединить их со своей душой, краткая, девушка могла бы прорваться на второе небо сферы зарождающегося бога. Три души на третьем небе сферы зарождающегося бога имели поразительное количество энергии. Для нее они могли бы стать отличным бонусом. Изящное тело Адри собиралось пошевелиться, но она обнаружила, что Шильянь не двигался. Она была удивлена, поэтому тихо сказала. Нам нет смысла тратить здесь время. Волновые узоры на коже мужчины средних лет начали шевелиться. Он нетерпеливо закатил глаза и обратился к Шильяню. Малыш, что ты хочешь? Хочешь неприятностей? Шильянь улыбнулся и коснулся своей глобели. Около десяти странных камней упало в его ладонь. У этих камней было много круглых отверстий на поверхности, которые излучали воющий ветер и грохочущий гром. Камень грома ветра был магическим камнем, который использовался семьей Чинь в звездной области громового неба. Он обладал силой грома и ветра. Когда останки извечного громового дракона были неактивными, его энергия соединилась со звездным барьером. Спустя тысячи лет он начал создавать такой вид камня. Когда Лэйди совершенствовал концепцию силы молнии и должен был справиться с порывами сильного ветра, его останки сотворили камень грома ветра чудесным и случайным образом. Камень грома ветра был наиболее подходящим материалом для совершенствования воинов с силой ветра, грома и молнии. Это могло бы помочь им увеличить свою силу и помочь им понять значение и возможности своей силы концепции. Этот человек средних лет хотел обменять на сокровища в классе ветра или в классе молнии, но он никогда не ожидал увидеть мягкий знак природный камень, который имел оба атрибута. Когда появился камень грома ветра, на его лице появилась растерянность, а затем он улыбнулся. Эй, брат, мы можем использовать эти камни для обмена. Дай мне 10 камней, и можешь забрать этот кувшин, чтобы дать своей женщине. Это были три эксперта, имеющие сферу зарождающегося бога, они преследовали меня. Но, к их сожалению, я достиг бессмертной сферы и убил их, а затем стер их сознание. Теперь они представляют из себя просто чистую энергию. Он улыбнулся, пытаясь все объяснить. Когда Адри увидела, что Шиянь вынимает камень грома ветра, ее холодное, безразличное лицо стало радостным и счастливым. Она покраснела, когда мужчина упомянул о том, что она женщина Шияня. Девушка выглядела очень красивой, но у нее покраснела даже шея. Она что-то пробормотала, а ее глаза засветились от предвкушения. У нее не было толстой кожи, поэтому она чувствовала, что ей стало очень неловко. Однако она не знала, что делать. Моя женщина Шияню стало смешно, и он еще раз пробормотал это про себя. Затем он согласился с продавцом и сказал. Хорошо, тогда я возьму этот кувшин. Вот тебе камни грома ветра. Смеясь, он положил камни грома ветра, а другой рукой поднял кувшин, в котором находились души трех экспертов на уровне сферы зарождающегося бога. Затем он обнял Адри за тонкую талию, и они пошли дальше. Ублюдок, убери руку. Адри покраснела, и ее глаза блестели. Она посмотрела на него, а затем вырвалась из его объятий. Глубоко вздохнув, девушка притворилась спокойной. Мне это очень нужно. Так что я буду тебе должна. Я заплачу тебе позже. Адри стала очень взволнованной и выхватила кувшин из рук шиеня. Ее глаза заметно блестели, но говорила девушка спокойно. В этом кувшине есть три души в третьем небе сферы зарождающегося бога. Я смогу перейти на следующий уровень. Я не могла даже подумать, что кто-то может продавать души такого уровня. В нашем районе они были бы такими же сильными, как вожди 12 семей клана бога. Эта морская область небытия действительно ужасающая территория. Шиянь рассмеялся, когда она оттолкнула его. Он взмахнул правой рукой, которая только что обнимала ее за талию. Его горящие глаза уставились на ее талию, дразня холодную и высокомерную принцессу императорского темного племени. О, теперь ты мне будешь должна, верно? Но как ты собираешься вернуть мне деньги? Ты говорила, что я парень, который не может быть счастливым без женщин. Я похотлив. Мы с тобой одиноки, мы никого не знаем. Ты понимаешь, о чем я говорю? И может нам стоит стать немного ближе? Адри была сбита с толку. Ты на самом деле такой подлый. Я думал, что ты давно это поняла. Голос Шиеня был удивленным. Э, ты не чувствуешь вины перед своими женщинами, когда это делаешь? Я знаю, что на материке Грейс есть много верных о тебе женщин. Мы давно там не были, а теперь ты решил их предать? Ты можешь побороть свое желание? Сурово сказала Адри. Шиянь приподнял брови. В его глазах появился темный блеск. Он молчал довольно долго, но затем ответил. Никто не знает, что будет дальше. Я не знаю, сможем ли мы вернуться на пустынную территорию или нет. Возможно, у них больше не будет возможности увидеть меня. Я не знаю, сможем ли мы выжить в этой области. Если у меня будет хороший день и я проживу счастливо этот день, то я смогу жить так и дальше. Вот и все. Чем больше он узнавал морскую область небытия, тем сильнее осознавал, насколько он мал и бессилен. Семь великих рас и милиэкспертов уровня территориального предка, которых можно было сравнить с пустынными или хуэем. Однако Шиянин Е был таким экспертом. Он был просто слабым воином на уровне сферы зарождающегося бога. Будет очень хорошо, если ему удастся выжить, пока он будет искать дорогу домой. Его сердце и душа понимали всю сложность ситуации. Но он не смел думать о будущем. Мужчина просто подумал о том, как пережить данный момент. Дразнить Адри. Это был для Шиянин способ расслабиться и снять стресс. Чем больше он узнавал об окружающих, тем сильнее давление ощущал. Кроме того, Шиянин очень хотел получить бессмертную гранулу. Он принял решение. Мужчина был готов заплатить любую цену, чтобы получить бессмертную гранулу, принадлежащую драконьим ящерам. Ему нужно было получить ее, чтобы быстро добраться до бессмертной сферы. Глава 1372. Фантастический пограничный камень. В морской области небытия было невероятно много раз, и среди них существовало множество экспертов. Конкуренция между ними всегда была жесткой. Если Шиянин не сможет защитить себя до того, как он найдет дорогу домой, ему будет очень трудно выжить. Рано или поздно, его смогут убить. Бессмертная сфера была важным преимуществом для увеличения его шансов на выживание. Поэтому Шиянин очень сильно была нужна бессмертная гранула, принадлежащая драконьим ящерам. Он хотел как можно скорее перейти на более высокий уровень. Слушая его, Адри стала выглядеть задумчивой, но она не хотела продолжать эту тему. Спустя немного времени, Адри решилась и открыла кувшин. Она использовала три души из кувшина, чтобы увеличить уровень мягкий знак своей сферы. Шиянин был обеспокоенный давлением, хотя у него было третье небосферы зарождающегося бога. У девушки было только первое небосферы зарождающегося бога. Ей нужно было увеличить свою силу. В противном случае, Адри не сможет обойтись и без защиты Шиянин. Но она не хотела быть обузой. Как принцесса императорского темного племени, она была дочерью небес в пустынной территории. Поэтому ей казалось унизительным то, что она позволяла мужчине защищать ее. Я также хочу посмотреть, смогу ли я найти какое-нибудь подходящее для меня сокровище. Если мы станем сильнее, то наша уверенность возрастет. Мы не знаем, что будет дальше, поэтому мы должны быть осторожны. Шиянин нахмурился, но затем расслабился. Он послал свое сознание души посмотреть, сможет ли он найти какие-нибудь материалы, которые могли бы ему помочь. Сознание души начало колыхаться, словно волны. Оно медленно и непрерывно охватывало все большую и большую территорию. Но мужчина выглядел разочарованным, поскольку его сознание души почти закончило поиск по торговой зоне, но положительного результата так и не было. Когда он собирался сдаться, ему удалось кое-что обнаружить. Поток великолепной космической энергии устремился к нему из отдаленного уголка нефритовой платформы. Его глаза прояснились, он не стал колебаться и сразу же направился в нужном направлении. Адри посмотрела на него. Увидев, что он уходит, девушка начала внимательно за ним следить. На ее элегантном лице появилось какое-то странное сияние. Глядя на спину Шияния, девушка незаметно вздохнула. Никто не знал, о чем она думала в этот момент. Вскоре они остановились в углу нефритовой платформы перед уродливой инопланетянкой. Это была старуха с бородавчатой кожей лица, напоминающей жабу. У нее были острые уши, а ее волосы росли, как дикая трава. Волосы полностью покрывали ее тело и создавали впечатление, будто она прячется в стоге сена. Перед ней был стеклянный контейнер с семью нефритовыми кристаллами. Нефритовые кристаллы не светились, и поскольку контейнер был запечатан, они не излучали никакой особой энергии. Глаза старухи были опущены, казалось, что она задремала. Несмотря на то, что Шияния Дри к ней подошли, она никак не отреагировала. Адревела себя очень осторожно. Как только она подошла, то сразу ощутила струйку скользящего сознания души. Это напоминало язык ядовитой змеи, ползущей вокруг нее. Теперь девушка поняла, что, хотя старуха не открывала глаза, она все равно наблюдала за ними. Адрис стала еще более настороженной и посмотрела на Шияния. Неожиданно они поняли, что эта старуха была одной из воинов в первом небе бессмертной сферы. Энергия, исходящая от ее тела, действительно была волшебной. Казалось, что она может создавать иллюзии. Адрис могла обнаружить иллюзии в ее душе, и ей захотелось в них погрузиться. «Фантастический пограничный камень. Что это за волшебный камень?» Неожиданно спросил Шиянь. Мужчина обнаружил странные колебания космической энергии, поэтому он последовал за ним и пришел сюда. Когда он подошел к старухе, у него появилось странное ощущение. Ему стало казаться, что семь камней способны создать семь разных миров. Шианю действительно стало очень любопытно. Старушка, наконец, открыла глаза и равнодушно сказала. «Фантастический пограничный камень полезен только тем, кто совершенствует космическую силу концепции». Когда они используют космическую энергию, чтобы активировать ее, камень может стать небольшим пространством. Это как воздушный шар. Чем больше энергии вы вкладываете в него, тем больше он может быть. «Маленький камень может стать целым крошечным миром?» «Это действительно настолько волшебно?» Шианю был очень удивлен. Старуха фыркнула и надула губы. «Нет, не совсем. Маленький мир, который создает фантастический пограничный камень, не может существовать вечно. Он и может находиться в таком виде лишь некоторое время. Иначе, разве стали бы его называть фантастическим?» Этот фантастический пограничный камень можно использовать как оружие для воинов, совершенствующих космическую силу концепции. Они могут использовать его, чтобы ограничить своих врагов. Как только они захватят врагов, они могут его взорвать его. Это сильно ранит или даже убьет врагов. Глаза Шиеня прояснились. Он кивнул и улыбнулся. Какого уровня врага он может убить? Это зависит от того, кто его использует. Старуха немного подумала, а затем стала объяснять. Поскольку у тебя только третье небосферы зарождающегося бога, мир, созданный твоей силой, может убить воина такого же уровня или ранить воина, имеющего немного выше уровень. Ты даже сможешь ненадолго задержать эксперта бессмертной сферы. Конечно, также очень важно, сможешь ли ты втянуть своего врага в этот мир или нет. На пустынной территории никогда не было фантастического пограничного камня. Шиян никогда раньше не слышал об этом камне. Однако, слушая ее объяснения, мужчина стал уверен в том, что этот предмет ему подходит. Продолжая совершенствоваться, мужчина сможет создавать миры и использовать их в качестве тюрьмы, куда будет отправлять врагов, чтобы их уничтожить либо сильно ранить. Это действительно был необычный предмет. Она не сказала, что хочет за эти камни, напомнила адрешению. Мужчина заметил, что не было никаких признаков того, что старуха хотела обменять свои камни. Он оказался немного удивленным. Когда Шиян собирался спросить, старуха сама заговорила. То, что мне нужно, связано с этим фантастическим пограничным камнем. Мне нужен воин, совершенствующий космическую силу концепции, только он сможет мне помочь. Те, кто интересуется фантастическим пограничным камнем, занимаются совершенствованием космической силы концепции, поэтому мне нет необходимости писать, чего я хочу. Высвободив поток энергии, Шиянь усмехнулся. Видишь ли, я совершенствую космическую силу концепции. Как я могу тебе помочь? Старуха подняла голову, и некоторое время изучала Шияня, а затем покачала головой. Твоя сфера недостаточно развита. Если твой учитель здесь, то, возможно, он сможет мне помочь. В таком случае я смогу отдать тебе фантастические пограничные камни. Но у тебя нет того, что могло бы помочь мне. Что же тебе надо? Можешь немного рассказать? Шиянь был удивлен. Старуха некоторое время колебалась. Что-то мелькнуло в ее рукаве, и появился маленький замок, переливающийся в серебряном свете. Этот серебряный замок был размером с руку, но на нем было много резных фигурок с тонкими узорами. На этом замке были вырезаны как минимум сотни маленьких пространственных формаций. Этот космический замок запечатан. Пространство внутри замка является для меня очень важным, однако у меня нет ключа. Поэтому мне нужен воин с космической силой концепции, чтобы распечатать его. Ты должен за одну попытку разблокировать мягкий знак пространственный замок. Но учитывая твою базу совершенствования и уровень сферы, твоей силы будет недостаточно для этого. Она покачала головой и даже не пыталась быть вежливой, когда говорила, что у Шияня недостаточно сил. Если твой учитель здесь или у тебя есть друг с бессмертной сферой, то они могут попробовать. Но в любом случае, ты сможешь получить фантастический пограничный камень только после того, как замок будет разблокирован. Если ничего не получится, то ты ничего не получишь. Пространственный замок представлял из себя ограниченное небольшое пространство. Если кто-то попытался бы силой открыть его или открыть с помощью неправильных методов, то он сразу же взорвался бы и уничтожил пространство внутри себя. Если кто-то вел себя слишком опрометчиво, то он мог заплатить за это своей жизнью. И только специалисты, совершенствующие космическую силу концепции, могли использовать сознание души, чтобы разобраться в строении замка. Во время этого процесса нельзя было останавливаться. Нужно было все завершить на одном дыхании из первой попытки. В противном случае, магические космические формации изменятся и создадут новые сложные формации. Старушка все подробно объяснила Шииню, потому что он совершенствовал космическую силу концепции. Она надеялась, читая его учитель или его друг обладают достаточной силой, и они смогут немного удивить ее. Чтобы открыть пространственный замок, требуется ли глубокое понимание силы концепции и усовершенствованная сила Бога? Спросил Шиинь, после того, как немного подумал. Да, необходимо и то и то. Тем не менее, чистая и сжатая сила Бога важнее. Потому что, если у тебя будет достаточно силы Бога, ты сможешь продержаться дольше и у тебя будет больше времени, чтобы подумать и решить загадку. В противном случае, даже если у тебя будут хорошие знания, недостаточное количество энергии приведет к тому, что ты потерпишь неудачу. Старуха смогла хорошо разобраться в особенностях замка. Шиинь кивнул, показывая, что он все понял. Затем, снова немного подумав, мужчина спросил. А мы можем переместиться в другое место, чтобы поговорить? Мрачные глаза старухи прояснились. Энергия, исходящая от нее, стала странной. От ее уродливого тела стал исходить странный, но приятный аромат. Шиинь был ошеломлен. Аромат был настолько восхитителен, что был похож на аромат очаровательной зрелой женщины. Это полностью контрастировало с ее грозной внешностью. Если ты не возражаешь, то мы можем пойти ко мне, чтобы все обсудить, сказала женщина. Шиинь и Адри переглянулись, а затем мужчина улыбнулся. Хорошо. Старуха убрала руку, и контейнер с фантастическим пограничным камнем исчез. Она встала и вышла из торговой зоны. Как только они добрались до района, где было позволено лететь, она взлетела и направилась к месту на каменной стене. Шиинь и Адри последовали за ней. Вскоре после этого она привела их в отдаленную пещеру. Это место было очень похоже на их домик. Она была просторной, но простой. Как только они вошли в пещеру, старуха установила барьер, чтобы закрыть свое жилье. После того, как она закончила, женщина заговорила серьезно. Малыш, у тебя есть учитель или какой-нибудь предшественник, совершенствующий космическую силу концепции? Если он здесь, пожалуйста, позови его. Если они смогут открыть для меня пространственный замок, я предложу больше, чем семь фантастических пограничных камней. Я уверена, что смогу порадовать своим предложением. Что ты думаешь обо мне? Шиинь улыбнулся. Она нахмурилась и внезапно разозлилась. У меня нет времени или дополнительной энергии, чтобы тратить свое время на тебя. Ты можешь уходить. Учитывая твой уровень и базу совершенствования, ты не можешь открыть этот пространственный замок. О, но ты сказала, что сила Бога важнее. Шиинь сжал губы. Мужчина не был зол, он просто поднял один палец и указал на старуху. Луч света вырвался из его пальца. В одном месте появилось множество щелей в пространстве. Когда его палец указал вперед, они стали приближаться к старухе. Космическая энергия в них была ужасающей. Мрачные глаза старухи стали излучать ослепительный звездный свет. Некоторое время она прислушивалась к ощущениям, а затем зашипела от удивления. Это действительно утонченная энергия. Бесконечная аура. Малыш, твоя сфера кажется обычной, но твоя сила Бога действительно более плотная и более концентрированная. Она не меньше, чем у обычных экспертов бессмертной сферы. Да, я думаю, ты можешь попробовать один раз. Глава 1373. Открытие пространственного замка. Внутри запечатанной пещеры находилась старуха, которая выглядела очень взволнованной. Она подошла ко входу в пещеру и погрузилась в размышления. Через мгновение стали появляться энергетические колебания различных сил концепции. Из молний, тумана, ветра, льда и пламени было создано много слоев барьеров, которые прикрывали вход в пещеру, как паутина. Шильянь сосредоточился и обнаружил, что 13 странных образований укрепили вход в пещеру. Эти барьеры были невидимы, поэтому только сознание души могло их увидеть. Эти барьеры окутывала мощная аура. Шильянь не сомневался, что даже если бы Эвелин, Адамс и Аша собрались здесь вместе, этих барьеров было бы достаточно, чтобы всех их убить. Нет, это неправда. Шильянь побледнел. Он выглядел испуганным и сказал. Совершенно неправда. У тебя не может быть только первое небо бессмертной сферы. Энергия, скрывающаяся в этих барьерах, была чрезвычайно ужасающей. Не говоря уже об экспертах первого неба бессмертной сферы, даже у экспертов второго неба бессмертной сферы почти не было шансов здесь выжить. Сила, которую использовала эта старуха, была за пределами ее сферы. Очевидно, она скрыла свою настоящую базу совершенствования. Лицо Адри было холодным, но на самом деле она волновалась. Очень осторожно она призвала божественную силу, если ситуация начнет изменяться, то девушка предпримет меры. Не надо. Душа Шилья дрогнула. Он поспешил улыбнулся Адри. Если бы она хотела убить тебя, ей нужно было только подумать об этом. Даже если ты будешь использовать всю свою силу, ты не сможешь и прикоснуться к ней. Старуха засмеялась и оценивающе посмотрела на Шилья. Малыш, у тебя зоркий глаз. Не беспокойся, я не собираюсь вам вредить. Если ты сможешь открыть этот пространственный замок, я дам тебе еще подарков, помимо семи фантастических пограничных камней. Я уверена, что мои подарки вас порадуют. Затем она повернулась к Адри и нахмурилась. Твоя сила души концепции подобна силе клану души. Ты как-то связана с ними? Во время разговора ее взгляд стал казаться опасным. Клан души Адри покачала головой. Я член императорского темного племени. Моя сила концепции связана с душой, но я не имею ничего общего с кланом души. Хорошо, женщина кивнула, а затем фыркнула. Я ненавижу всех членов клана души. Затем в ее ладони вспыхнул свет. Через мгновение появилось три круглых гранулы. Они были похожи на кристаллы и сверкали отколеблющейся энергией. Она передала их Шияню и сказала. Это затвердевшие божественные гранулы таинственного небесного клана. В каждом из них столько же силы бога, сколько в теле эксперта третьего небосферы зарождающегося бога. Ты сможешь быстро поглощать энергию из гранул и восстанавливаться. Ты должны будешь использовать их, чтобы разблокировать пространственный замок. Удастся ли тебе или нет, они все равно твои. Я ничего не скажу, даже если ты используешь их все. Шиянь выглядел шокированным. Это действительно хорошие вещи. Гранулы, которые могли мгновенно восстановить силу бога, были редкими. Во время сражения, когда сила бога уменьшалась, можно было просто проглотить такую гранулу. Это полностью восстанавливало силу сражающегося. Это действительно было очень удобно. Поглощение энергии из божественного кристалла было медленным процессом, и требовалось много времени, чтобы восстановить энергию воина. Такой процесс никогда не сможет сравниться с подобными гранулами. Кто ты? Адри внимательно посмотрела на старуху. Гранулы, которые могут дать мгновенное восстановление, бесценны. Более того, они из таинственного небесного клана, одного из семи великих кланов. Ты готова отдать ему три гранулы только для того, чтобы он попробовал открыть замок. Твоя щедрость пугает меня. Услышав ее, Шиянь был поражен. Конечно, он уже понял, что эта старуха должна занимать высокое положение, а ее личность не может быть обычной. Учитывая твою силу и статус, ты должна была остановиться в более крупных и лучших торговых зонах. Там ты смогла бы найти воинов с более могущественной силой концепции. Почему ты выбрала эту зону, Шиянь не мог понять. У вас, молодые люди, слишком много вопросов. Старуха нахмурилась, а ее выражение стало холодным. Хватит задавать неуместные вопросы. Возьми затвердевшие божественные гранулы. Ты должен разблокировать этот пространственный замок для меня прямо сейчас. Эта пещера запечатана. Никто не сможет войти внутрь. Не волнуйся. Просто постарайся хорошо все сделать. Затем она села, скрестив ноги, и закрыла глаза. Видимо, она не хотела продолжать эту тему. Шиянь пришел в себя и пожал плечами. Понял. Затем он повернулся к Адре и попросил ее защищать его. Он не знал ее настоящую личность, но был уверен, что старуха относилась к этому замку очень серьезно. Поэтому старуха пыталась помочь ему изо всех сил. Из-за этого Шиянь получил в помощь три божественные гранулы. Глубоко вздохнув, он взял себя в руки и посмотрел на пространственный замок, а в руке у него находились три затвердевшие божественные гранулы. Через некоторое время он ухмыльнулся и проглотил одну из гранул. Поток тепла стал рассеиваться по всем сосудам в его теле. Он ощутил, как его тело наполнилось энергией. Ему даже стало казаться, что если он не избавится от этой энергии, то просто взорвется. Так много энергии. Мужчина не смог промолчать, его голос заставил пещеру слегка содрогнуться. Старуха открыла глаза и посмотрела на него. Она фыркнула и затем надула губы. Малыш, ты очень осторожен. Ты думал, что я использую ядовитые гранулы, чтобы обмануть тебя, и что они взорвутся, куда ты проглотишь их? Да, похоже, ты не потратил впустую годы совершенствования. Ты знаешь, как быть начеку. Когда она сказала это, Ши Янь, принявший гранулу перед тем, как действовать, осознал, что действительно только что проявил осторожность. Даже если бы гранула была опасной, при полной силе он смог бы противостоять опасности. Кроме того, если из-за гранулы что-то пойдет не так, и он ничего не сможет сделать, станет ли эта старуха помогать ему, если к этому времени мужчине не удастся открыть замок? Находясь в чужой стране, он должен был быть всегда осторожным. Во всяком случае, это не помешало бы. Когда Ши Янь осознал, что не было никаких проблем с затвердевшей божественной гранулой, поскольку она вызвала только сильный прилив силы Бога, он улыбнулся и сжал свою силу Бога. Мгновенно, своеобразное энергетическое колебание космической энергии начало исходить от его тела и начало струиться, подобно волнам, которые заполняли всю пещеру. После того, как чистая энергия от застывающей божественной гранулы и сила в его теле полностью смешались, энергия Ши Яня взлетела до невероятной высоты. Адри была очень удивлена. Теперь она наконец поняла, насколько силен Ши Янь. Она вздохнула, осознав разницу между ними. Электрические лучи сверкнули в глазах старухи. Ее взгляд не изменился, когда с мужчиной произошли такие изменения. Женщина слегка кивнула, и ее надежда усилилась. Ура и энергия Ши Яня превзошли обычных экспертов первого неба бессмертной сферы. В этот момент его можно было сравнить со многими выдающимися воинами в этом мире. Хотя это было из-за затвердевшей божественной гранулы, компетентность Ши Яна была действительно удивительной, поскольку он мог достичь такой высоты. Хорошо, очень хорошо. Он превосходнее, чем некоторые дети в моем клане. Удивительный. Откуда этот ребенок? Он не похож на кого-то из семи великих кланов. Ну он странный. Посмотрев на Ши Яня, старуха задумалась и стала более удивленной и скептической. В этот момент Ши Янь должен был использовать свое сознание души, чтобы покрыть ауру темной энергии. Но он использовал свою обычную силу, чтобы проникнуть в пространственный замок. Как только Ши Янь вошел в пространственный замок, он открыл глаза и увидел огромное небо. В этом небе было много дыр, и каждая дыра была заполнена странными пространственными формациями. Ему нужно было использовать свою силу Бога с космической энергией и свою космическую силу концепции, чтобы попытаться его открыть. После того, как он сможет закончить все формации, он сможет разблокировать пространственный замок. Вот как он мог открыть этот запертый мир. Сознание души сжало силу Бога и начало двигаться, подобно рекам, текущих в разные дыры в небе. Они одновременно перемещались по многим пространственным формациям. В то время как Ши Янь использовал многолетние достижения в космической концепции, он пытался понять особенности этих таинственных и сложных образований. Многие из этих образований смешались с космическими узлами, а некоторые даже выглядели как клубок, созданный неестественными рассеянными линиями. Ему нужно было распутать этот клубок, но стоило делать это очень медленно. Это было похоже на связку лесок, которые объединялись и скручивались друг с другом. Ши Янь должен был медленно убирать их одну за другой. Сотни пространственных формаций были сотнями сложных загадок. В то же время они были связаны друг с другом. Если он хотел решить их, то ему нужно было сделать это за один раз. В противном случае они начнут резонировать друг с другом и создавать больше проблем. Ши Янь быстро тратил силу Бога, когда пытался разрешить формацию. Обладая космической силой концепции, которая была источником знаний, мужчине удалось погрузиться во множество пространственных формаций, находящихся внутри замка. Для одновременного выполнения множества задач Ши Янь создал множество клонов, которые работали в разных формациях. Ши Янь знал некоторые из этих формаций, поэтому с ними было легко иметь дело. Также у него были некоторые воспоминания, поэтому он мог кое-какие разрешить. Тем не менее, было много формаций, которые он никогда не видел раньше. Они были таинственными и сложными. Решая их, его понимание космической силы концепции также стало расширяться. Как только он разрешал новую формацию, его понимание космической силы концепции достигало новой высоты. Процесс разрушения этого пространственного замка был также проверкой его понимания космической силы концепции. Для него это стало новым событием. У Ши Яня было предчувствие, что этот шанс открыть пространственный замок стал для него интенсивным уроком изучения космической силы концепции. Эти таинственные, неизвестные формации открыли ему новую, большую дверь, что позволяло глубже погрузиться в космическую силу концепции. Мужчина будто оказался в новом мире силы концепции и смог достичь совершенно новой высоты. Его сила бога не только сгущается, но и обладает способностью бросать вызов воинам более высокого уровня. Однако его способность понимать силу необычна. Этот мальчик продолжает удивлять меня все больше и больше. Старуха, которая выглядела грубо и безобразно, внезапно открыла глаза, чтобы изучить Шельяня. Она была очень изумлена. Только выдающиеся воины из семи великих кланов могут сделать это. Но он не один из них. Почему он такой странный? Странно. Это действительно странно. Думая о происходящем, она была тронута. Женщина посмотрела на Адри и спросила. Ребята, с какой вы территории? Пустынная территория, ответила Адри. Пустынная территория, вскрикнула старуха. Это был первый раз, когда у нее изменилось выражение. Ее старческое тело было сильно потрясено. Глава 1374. Пустынная территория. Это территория, созданная пустынным, существом абсолютного начала. Она была потеряна множество лет. Вы действительно из пустынной территории? Старуха сурово взглянула на Адри. А судя по ее голосу, можно было подумать, что женщина напугана. Зачем вы сюда пришли? В это же время, в пещере Шиянь задержал дыхание и сосредоточился на том, чтобы сконцентрировать свою силу Бога. Он собрал свой дух. Цей душу в один луч и направил его в пространственный замок. Ушчина использовал свою великолепную волю, чтобы сломать чудесный пространственный замок. Мы потерялись. Мы оказались здесь случайно. Мы не знаем, что нам здесь делать, но мы не можем найти дорогу домой, ответила Адри. Она не ожидала увидеть странную реакцию старухи. Немного помолчав, девушка спросила. Ты выглядишь изумленной, когда слышишь о пустынной территории? Мои друзья из клана Небесного Глаза сказали, что пустынная территория изолирована и удалена. Местный язык, принадлежащий обитателям этой территории, встречается очень редко. По их словам, пустынная территория является обычной и считается довольно слабой по сравнению с другими территориями. Почему у тебя такая странная реакция? Старуха надулась и сказала с презрением. Клан Небесного Глаза? Клан такого уровня просто ничего не знает. Помимо экспертов семи великих кланов, мало кто знает о пустынной территории. Вы не знаете, как оказались здесь, и вы не знаете, как вернуться. Действительно. Женщина вздохнула, но ее выражение оставалось суровым. В течение многих лет члены семи великих кланов не прекращали поиски пустынной территории. Клан Души и Клан Пожирателей являются наиболее активными в этих поисках. Все из-за того, что только семь великих кланов знают, насколько важна пустынная территория. Адри была удивлена, насколько она важна. Старуха посмотрела на Адри, и в ее глазах появилось что-то странное. Пустынный – одно из самых сильных существ абсолютного начала. Этой огромной вселенной ты можешь сосчитать количество существ абсолютного начала, которые все еще существуют, на своих пальцах. Большинство из них бездействуют, но ни у кого не хватает смелости спровоцировать их. Пустынный имел жестокую репутацию. Семь великих кланов знают, что он сильно поврежден и его тело теперь разделено. Они знают, что пустынный находится в самом слабом своем состоянии. Какое-то время старуха будто собиралась мыслями, а затем заговорила немного задумчиво. Ты знаешь, насколько важен раненый пустынник для экспертов уровня территориального предка? Если они смогут одолеть пустынного, мощь экспертов уровня территориального предка значительно возрастет. Эксперт из третьего неба бессмертной сферы может заставить темную энергию достичь уровня территориального предка, как только они успешно уничтожат пустынного. Я слышала, что пустынный раньше был очень могущественным. Это было самое редкое высшее существо среди других существ абсолютного начала. У него было как минимум два божественных оружия абсолютного начала. Когда они уничтожат пустынного, то они смогут взять себе божественное оружие. Это большое, непреодолимое искушение для любого эксперта Семи Великих Кланов. Два божественных оружия абсолютного начала? Адри была ошеломлена. Одно называется древом души жизни, а второе – оригинальной печатью концепции. Это магические объекты, созданные из божественного оружия. Дерево души жизни очень изумительно и непредсказуемо. Оно может приобрести любую форму и использовать мистические способности земли и неба, которые являются душой и жизнью. Оригинальная печать концепции содержит бесчисленные силы концепции. Тот, кто сможет слиться с ним, сможет постичь тайны множества могущественных концепций. Дерево души жизни – это гигантское древнее дерево, а оригинальная печать концепции подобна морю со странной силой концепции. Поскольку вы принадлежите к расе, живущей в пустынной территории, ваша раса должна быть новым видом, который создал пустынный, используя древо души жизни и его сверхъестественную силу. Таким образом, ваше тело похоже на тела членов клана души. Я думаю, что воины на вашей пустынной территории овладели такими силами концепции, как молния, ветер, лед, пламя и другие. Эти силы происходят из оригинальной печати концепции. Старая женщина сощурилась. Некоторое время она смотрела на Адри, а затем медленно все объяснила. Адри была немного изумлена. В ее выразительных глазах появилось удивление, и девушка погрузилась в свои мысли. Адри поверила всему, что ей рассказала старуха. Ранее она посетила пустынного, когда это было можно. В центре Святой Горы посреди девушка увидела массивное дерево, вросшее в землю. Это было очень впечатляющее древнее дерево, на котором рос плод бытия. Это древнее дерево было подобно венам пустынного с магическими, таинственными, жизненными функциями. В то время вид древнего дерева произвел на нее невероятное впечатление. И сегодня она узнала, что оно называлось деревом души жизни и было божественным оружием иры абсолютного начала. Дерево могло создавать новые расы, и императорское темное племя было создано с использованием клана души, в качестве образца, и этот клан был одним из семи великих кланов. Адри также узнала об оригинальной печати концепции. Поскольку она была владыкой небесного пламени и слилась с благословенным богом-материком, девушка могла свободно входить в источник сил концепции, что было еще одним божественным оружием, о котором упоминала старуха. Оригинальной печатью концепции. Источник силы концепции находился прямо возле пустынного. Это был источник всей силы концепции. Так как он сливался с душой пустынного, он принес ей миллиардом существ в пустынной территории и множество сил, которые можно было выбирать и изучать. В пустынной территории было много сил концепции, поэтому у воинов оттуда было больше возможностей. Сегодня, благодаря этой старухе, она впервые узнала более глубокую информацию о пустынном. Синг из клана души «Лучший воин». Он очистил душу эксперта из пустынной территории и стал жестоко с ним обращаться. Он пытал его душу, чтобы найти вход в пустынную территорию. Синг на пике бессмертной сферы. У него необычная база совершенствования. Он хорошо разбирается в информации о пустынных. Если он сможет проникнуть на пустынную территорию и уничтожить пустынного, а затем получить два божественных оружия, то он сможет прорваться до уровня территориального предка и стать одним из ведущих экспертов клана души. Старуха надула губы и фыркнула. Жаль его, но его душа очень странная. Печать души слилась с его воспоминаниями. Как только его воспоминания исчезнут из-за метода извлечения души, его душа взорвется. Синг не может заставить эту душу сообщить информацию о месте нахождения входа в пустынную территорию. Однако эксперт уровня территориального предка сможет это сделать. Но Синг не хочет делиться с кем-либо еще, поэтому он скрыл это. Он хочет наслаждаться всем тем, что сможет отобрать у пустынного. Кому принадлежала душа, которую Синг пытает? Быстро спросила Адри. Кажется Мин Хун. Но у него больше нет тела, осталась только форма души. Когда мы сражались против Синг Ха, он выпустил жестокие души, которые на нас напали. Хотя Мин Хун не мог действовать свободно, у него все еще было сознание. Он раскрыл нам секрет в надежде, что мы сможем спасти его. К сожалению, старуха вздохнула, ее лицо стало удрученным, и она посмотрела на пространственный замок. Казалось, что в замке было что-то очень важное для нее, что заставляло ее сильно волноваться. Этот Мин Хун является предшественником моего племени, внезапно сказала Адри. Старая женщина была сбита с толку. Затем она странно улыбнулась. О, хорошо, что ты не знаешь дорогу домой. Мин Хун знает, но он не откроет рот. Да, у меня есть совет для вас. Несмотря ни на что, не используйте язык пустынной территории для общения. Иначе, когда клан души найдет вас, вы, ребята, погибнете. Лицо Адри покраснело, но она ничего на это не ответила. Вместо этого девушка спросила. Мадам, если вы столкнетесь с Синхом, вы сможете его убить? Убить его? Старуха горько покачала головой. Так как мы проиграли, мы должны прятаться. Мы боимся клана души. Я не знаю, что думает драконий ящер по этому поводу. Однако я знаю, что у него хорошие отношения с Синхом. Поскольку мы находимся в его звезде драконьего ящера, мы должны быть очень осторожны. Адри могла подтвердить, что эта старуха не была обычным экспертом. Она сказала, что только члены семи великих кланов знают о чуде пустынного. Но она тоже это знала. Кроме того, поскольку женщина нападала на Синха, значит она была членом семи великих кланов. Однако из-за ее поражения и чего-то еще ей пришлось скрывать свою личность. Пока они разговаривали, Шиянь сидел неподвижно. Вся его энергия была направлена в пространственный замок. Теперь пространственный замок излучал великолепные ореолы и освещал всю пещеру. Старуха с большой надеждой посмотрела на оригинальную печать концепции и пробормотала. Отлично, малыш, ты действительно сильный. Кажется, старик может сбежать на этот раз. Старик, твой партнер заключен там? Спросила Адри. Старуха насильно улыбнулась и призналась. Мы взялись за руки, чтобы напасть на Синха. Чтобы ранить Синха, он сам оказался смертельно раненым. Пространственный замок обладает магическим эффектом. Если вы будете оставаться в замке, ваша сломленная сила души не рассеется. Пространство внутри замка зарезервирует ее. Когда он сможет стабилизировать свое состояние, он сможет собрать сломанную, но не рассеянную энергию, а затем быстро восстановиться. Она вздохнула и продолжила. Но когда я использовала замок, чтобы защитить его, Синх напал на меня. Ключ был разбит. Мой мужчина заперт в замке. Я думаю, что он, должно быть, уже поправился, но он не может сломать ограниченное пространство, чтобы выбраться. Если пространство внутри замка окажется поврежденным, он тоже погибнет. Мы можем медленно открыть этот замок снаружи. Но я не совершенствую космическую силу концепции, так что... Теперь Адри все поняла. Если бы ее напарник не был заперт, она бы не пошла на риск, и не стала бы прилетать на звезду драконьего ящера. Женщина знала, что между драконьим ящером и Синхом были хорошие отношения, поэтому Синх мог находиться на этой звезде и присоединиться к празднованию. Таким образом, ей пришлось замаскироваться и отправиться в зоны третьего класса, используя фантастические пограничные камни, чтобы привлечь воинов космической силы концепции. Она надеялась, что кто-нибудь сможет открыть пространственный замок, чтобы выпустить ее партнера. По этой причине ей пришлось отвезти Шиеня в пещеру и создать более десяти слоев барьеров. Также Женина была очень щедра, когда дала Шиеню затвердевшие божественные гранулы, которые должны были помочь ему открыть замок. Видимо, она не была обычным экспертом. Ее сфера была глубокой, и она, очевидно, была богата, поскольку обещала им большую плату. Треск, треск, треск. В этот момент пространственный замок стал издавать трескучие звуки, а тонкие узоры на поверхности замка начали медленно разрываться. Внезапно появились мощные световые лучи. Медленно материализовалась волшебная космическая дверь. Через мгновение из двери появилась высокая фигура. Как только он вышел из пещеры, он закричал. Я Юнь, какого черта ты делаешь? Почему ты так долго освобождала меня? Ох, дерьмо. Этот ублюдок Синг не смог меня убить, но ты чуть не задушила меня до смерти. Это был стройный мужчина с приподнятым настроением и блестящей лысиной. Он был великолепно одет в парчевые одежды со многими древними знаками. После крика он посмотрел на старуху и закричал. Почему ты превратился в это? Старуха вздохнула. Ее тело задрожало, и она превратилась в элегантную женщину, которой было около 40 лет. Она все еще выглядела изящной. Когда старик стал кричать, она немного смутилась. Синг разбил ключ от этого пространственного замка. Я-я нашел мальчика, который совершенствует космическую силу концепции, чтобы освободить тебя. Глава 1375. Смелое предвидение. Когда старик и женщина показали свою настоящую внешность, то они очень были похожи на людей. Они отличались от инопланетян со своеобразными формами в торговой зоне. Адри почти сразу догадалась, что старуха замаскировала себя. Поэтому, когда она увидела ее в облике нежной и грациозной женщины, она не удивилась. Пока Шиянь взламывал пространственный замок, его душа осторожно подслушивала их разговор. Он узнал правду, поэтому не был поражен. Ты бесполезная женщина. Ты заставила меня сидеть там в заперти очень долго. Старик закатил глаза и затем повернулся, чтобы посмотреть на Шияня. Он заговорил удивленным тоном. Этот маленький мальчик имеет сферу зарождающегося бога, но он смог открыть пространственный замок. Женщина, которую он назвал Я-юнь, улыбнулась. Они из пустынной территории. У этого ребенка нет высокого уровня, но у него неплохие возможности. Он просто использовал одну затвердевшую божественную гранулу, чтобы открыть замок. Сделав паузу, она повернулась к Шияню и снова улыбнулась. Как ты себя чувствуешь? В этом пространственном замке столько чудесных образований со скрытыми тайнами космической силы концепции. Когда ты открывал его, я полагаю, это очень помогло развитию твоего уровня. Шиянь поклонился. Таинственной силой знаний концепции, хранящейся в замке, вполне достаточно для оплаты. Более того, я получил большую выгоду, так как у меня еще остались затвердевшие божественные гранулы. Половина сотен чудесных образований в пространственном замке было чем-то, чего он никогда раньше не видел. Процесс его открытия был своего рода новым познанием этой силы концепции. Мужчина действительно чувствовал себя хорошо, так как знал, что его космическая сила концепции значительно возросла. Поэтому он думал, что уже получил хорошую выгоду, и нехорошо просить еще и фантастический пограничный камень. Если я сказала, что не буду плохо поступать с тобой, то я точно не буду этого делать. Люди нашего таинственного небесного клана всегда держат свои обещания. Я юнь фыркнула и щелкнула пальцами. Семь фантастических пограничных камней устремились к Шияню. Некоторое время мужчина был озадачен, затем он улыбнулся. Спасибо. Он поднял руку и схватил фантастические пограничные камни. Изменив их размер, он спрятал их в специальном слоте. Если ты хочешь использовать фантастические пограничные камни, тебе нужно один раз усовершенствовать их, чтобы запечатлеть печать души в камне. Именно так ты сможешь контролировать их, объяснила я юнь. Когда она и Шиянь разговаривали, старик молчал и смотрел на Шияня. Внезапно он вскочил и быстро схватил мужчину за руку. Чрезвычайно горячая волна растеклась по телу Шияня. Мужчина тут же побледнел. Он сразу же призвал свои силы и подготовился к контратаке. Но затем он обнаружил, что горячий поток не причиняет ему вреда. Казалось, что этот поток просто осматривает его тело. В итоге, Шиянь лишь нахмурился, но ничего не стал делать. Эй, старик, что ты нашел? Спросила я юнь. Старик отпустил руку Шияня. Его взгляд стал странным. В его глазах появилась комбинация необъяснимых и даже страшных чувств. Через некоторое время он заставил себя улыбнуться. Ты глупая женщина. Ты не знаешь, чего достиг этот мальчишка. Он не слабее нас. Возможно, он на один уровень даже выше нас. Я юнь была напугана. Как такое возможно? Нет ничего невозможного. Старик глубоко вздохнул. Затем он повернулся к Шияню и серьезно представился. Я тушицы. Она моя жена, я юнь. Мы из таинственного небесного клана. Мы достигли одной и той же сферы, третьего неба бессмертной сферы. От встречи. Да, также, если тебе интересно, от имени таинственного небесного клана я могу пригласить тебя стать неофициальным офицером один нашего клана. Ты получишь льготы, которые мы даем нашим сотрудникам, не являющимися коренными жителями. Эй, старик, ты с ума сошел? Должность неофициального офицера в нашем клане – это не то, за что он сможет отвечать. Никто из начинающих не может это сделать. Если старейшины узнают, что ты сделал такое предложение, они подумают, что у тебя проблемы с психикой. Никто не одобрит это. Воскликнула я юнь. Их таинственном небесном клане неофициальный офицер считался благородным, высоким званием, которое могли иметь только эксперты по супер-пришельцам. Каждый из неофициальных офицеров таинственного небесного клана имел специальный жетон, подтверждающий его особую личность. Когда они перемещались по морской области небытия или другим территориям, они могли получать эксклюзивное лечение. Все члены таинственного небесного клана считали их почетными гостями. Они периодически получали странные и редкие материалы для своего совершенствования. Они могли изучать и находить множество секретных приемов и документов, которые могли изучать только высокопоставленные члены таинственного небесного клана. В бескрайнем море звезд многие эксперты со вторым или даже третьим небом бессмертной сферы и руководители кланов третьего или второго класса не были квалифицированы, чтобы стать неофициальными офицерами таинственного небесного клана. Хотя Тушицы имел право пригласить кого-то на пост офицера, ему все равно нужно было разрешение старших. Если он будет действовал опрометчиво, его начальство может решить, что этот человек просто не может больше отвечать за такие важные дела. Из-за этого Яюнь была озадачена. Она не знала, почему ее муж неожиданно сделал такое официальное предложение мальчику со сферой зарождающегося бога. «Я не сумасшедший. Я спокойно и мыслю ясно. Я знаю, что я делаю». Тушицы фыркнул и затем честно сказал. «Пока ты думаешь, я с уверенностью могу сказать, что ты сможешь быстро перейти на бессмертную сферу. Хотя в нашем клане осталось не так много бессмертный гранул, я уверен, что могу дать тебе две. Кроме бессмертной сферы, я смогу дать тебе 20 затвердевших божественных гранул, девушек и земли в нашей звездной области. Мы можем даже дать тебе участок земли в морской области небытия. Ты псих. Ты точно сумасшедший. Сколько бессмертных гранул у нашего клана. Они должны помочь подготовить последующие поколения нашего клана. Ты думаешь, что сможешь уговорить их отдать?» Закричала я Юнь. Адри тоже была удивлена. Эти двое были из таинственного небесного клана, одного из семи сильнейших кланов в этой огромной вселенной. Кроме того, они были в третьем небе бессмертной сферы. Почему этот старик поступал так странно и предлагал Ши Яню такие невероятные вещи и возможности? Девушка не могла найти ответ на этот вопрос. Ши Янь был сбит с толку. Он спросил с недоумением. «Возможно, ты меня неправильно оценил?» «Неправильно оценил?» Старик странно засмеялся, а его глаза засияли. «Это эксперт, предназначен для достижения уровня территориального предка. Стоит ли он наших специальных условий, предназначен для достижения уровня территориального предка?» Пронзительно вскрикнула я Юнь. «И ты говоришь, что ты не сумасшедший. В этом огромном море звезд на бесчисленных территориях мы можем сосчитать экспертов уровня территориального предка на пальцах. Мы с тобой на третьем небе бессмертной сферы, но мы не знаем, как сколько нам нужно приложить усилий, чтобы добиться такого уровня. Возможно, мы никогда не сможем это сделать. Какими качествами он обладает? Сколько лет драконий ящер находится на своем пике бессмертной сферы? Даже у него нет шансов развиться больше. Но этому мальчику суждено добраться до уровня территориального предка. Если он изучит и сможет контролировал темную энергию, драконий ящер сможет развиться. Самая сложная задача для перехода на уровень территориального предка – это научиться контролировать темную энергию. У тушицы потемнело лицо, и он добавил более тихим голосом. Он уже обладает темной энергией. Услышав его, Яюнь прикрыла рот. На ее лице появился испуг, и она посмотрела на шеюня. Тушицы широко раскрыл рот и засмеялся. Этот молодой парень кажется слабым. Он еще не достиг своего максимального потенциала. В противном случае я не смог бы тебя найти. Твоя форма жизни уже изумительна. И ты знаешь темную энергию. Ты умеешь использовать сложные силы концепции, поэтому бессмертных гранул тебе будет достаточно, чтобы продвинуться на один шаг. У тебя зоркий глаз, сказал Шиянь. Мужчина восхищался острым взглядом и внушительной манерой тушицы. Как только он обнаружил таинственные черты Шияня, он, не колеблясь, предложил множество превосходных преимуществ, таких как должность неофициального офицера, две бессмертные гранулы, дюжины затвердевших божественных гранул, прекрасных дам и их земли в морской области небытия. Этот старик действительно был очень решительным. Как это могло произойти? Как он владеет сферой зарождающегося бога? Как он мог изучить темную энергию? Это нечестно, пробормотала Яюнь. Она доверяла своему мужу. Теперь она, наконец, поняла, почему тушицы вдруг так безумно поступил. Человеку, не являющемуся родным, который мог достичь уровня территориального предка, их клан действительно мог заплатить настолько большую цену. Теперь женщина понимала действия своего мужа. Что скажешь? Тушицы посмотрел на Шияня. В данный момент я не могу принять такое решение. Дай мне время подумать об этом. Во всяком случае, я могу согласиться с тобой в одном. Если я захочу выбрать какую-либо сторону среди семи великих кланов, я обязательно выберу таинственный небесный клан. Некоторое время Шиянь выглядел задумчивым, а затем ответил. Он боялся, что если он не даст ему удовлетворительного ответа, тушицы жестоко уничтожат его и Адри. Он мог сделать это для того, чтобы Шиянь не присоединился к противникам таинственного небесного клана, когда станет сильнее. Если это произойдет, то их достижения не смогут восполнить то, что они потеряют. Ты достаточно осторожен, но мы не такие, как ты думаешь. Не важно, что ты спас меня. Даже если ты не примешь мое предложение, я не причиню тебе вреда. Тушицы засмеялся и похлопал Шияня по плечу. Ты изумительный ребенок. Я знаю, что нашему таинственному небесному клану действительно нужно подружиться с тобой. Во всяком случае, клан Душ любит экстремальные поступки, но не мы. Это наша репутация. Ты сам сможешь в этом убедиться. Шиянь улыбнулся и больше ничего не сказал. Я Юнь. Что ты собирался заплатить ему? Обернувшись, спросил Тушицы. Набор доспехов, изготовленных нашим кланом. Нет необходимости, он покачал головой. Сильное тело этого ребенка и так защищено. Наши доспехи не смогут ему сильно помочь. О, точно. Они здесь новички, поэтому еще не знают морскую область небытия. Хэм, так что. Из его рукава появился пучок серебряных лучей, а затем появился блестящий компас. Он отдал его Шияню и сказал. Это компас звездных фантастических небес нашего клана. Это отличный компас для использования в морской области небытия, где существует множество достопримечательностей. С помощью этого предмета вы будете знать, куда идти, какие места избегать и каким силам принадлежат территориям. Старик, ты слишком щедрый в этот раз. Этот компас звездных фантастических небес нелегко создавать. В нашем клане не так много людей, у которых он есть, сказала Я Юнь, а затем с восхищением посмотрела на своего партнера. Решительная смелость этого старика всегда заставляла ее восхищаться им. На это восхищение не мог повлиять возраст, и она никогда не сможет угаснуть. После получения компаса звездных фантастических небес сознание души Шияня зашевелилось, и его глаза заметно заблестели. Когда его сознание души вошло в компас, он почувствовал, что только что вошел в миниатюрную вселенную, где обнаружил множество территорий в морской области небытия, с подробными описаниями об особых или опасных особенностях каждой территории. Эта звездная карта была очень живой и необычайно изысканной. Это был лучший предмет для него, а также главное сокровище, которое стремились заполучить другие кланы. Твое смелое предвидение и внушительная манера меня впечатляют, искренне сказал Шиянь, держа компас звездных фантастических небес. Его первое впечатление о таинственном небесном клане сложилось довольно хорошим, а все из-за супружеской поры Туши Цэйя Юнь. Неофициальный офицер. Архаичный ранг людей из вассальных государств, которые занимали офицерскую должность в стране. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 1376. Отраженная слава. Фантастические пограничные камни, затвердевшие божественные гранулы и компас звездных фантастических небес, были очень необычны. Воин, подобный ему, который занимался совершенствованием силы космической концепции, может создать маленький мир, чтобы заключить в тюрьму своих врагов после использования фантастического пограничного камня. Он мог даже взорвать его, чтобы убить или поранить своих врагов. Фантастические пограничные камни были действительно полезны. Если он будет правильно его использовать, то сможет убить даже эксперта бессмертной сферы. Затвердевшие божественные гранулы могли мгновенно восстановить его силу. Ему просто нужно было проглотить одну гранулу, чтобы получить мощную энергию бога. Во время боя, эта вещь была очень полезной. Конечно, самым ценным предметом был компас звездных фантастических небес, созданный кланом Таинственного Неба. Группа звезд в компасе представляла собой огромные галактики в реальном мире. С этим компасом он наконец понял, в каком направлении идти. Мужчина больше не окажется потерявшимся. Кроме того, компас звездных фантастических небес содержал подробные замечания и описания каждой из специальных областей. Например, в компасе звездных фантастических небес был раздел, написанный на популярном языке, в котором описывало текущее местоположение. Территория клана Драконьих Ящеров Этот клан принадлежит ко второму классу. Лидер Драконий Ящер является вторым поколением ящеров, существ абсолютного начала и находится на пике бессмертной сферы. Ему нужно понять и овладеть темной энергией, чтобы перейти на уровень территориального предка. У Драконьего Ящера хорошие отношения с Синхом из клана Души, но реальная ситуация неизвестна. В таинственном небесном клане были похожие описания для каждой области. Теперь, когда шияни Адри будут путешествовать по морской области небытия, они будут знать общие положения других людей и особенности особых районов, чтобы избежать опасностей. С этим компасом они могли найти безопасные маршруты. Ценность этих эксклюзивных записей клана таинственного неба не поддавалась определению. Чтобы создать хорошие отношения с шияним, Туши Ци подарил ему компас звездных фантастических небес. Шиянь был восхищен смелостью и мудростью этого мужчины. В итоге, у него сложилось довольно хорошее впечатление о таинственном небесном клане. Есть еще кое-что, на что вы можете обратить внимание, мы надеемся на это. Адри приподняла брови. Так как между ними сложились неплохие отношения, она решила поговорить. Жестокая душа по имени Мин Хун, которую усовершенствовал Синг, является предшественником моего племени. Он знает вход в нашу пустынную территорию. Если вы можете убить Синха. Затем она повернулась, чтобы взглянуть на шияня, потому мужчина тут же присоединился к разговору. Шиянь был поражен, но он отреагировал своевременно. Он строго сказал. То, о чем говорит моя жена, это то, что хотел сказать я. Мин Хун эксперт из пустынной территории. Он знает вход на нашу территорию, а мы, на самом деле, потерялись. Мы не знаем, как туда вернуться. Возможно, благодаря Мин Хуну мы сможем найти дорогу домой. Я Юнь считала Адри и Шияня супружеской парой с самого начала. Поэтому, если бы он не прояснил свои отношения с Адри, то они не стали бы воспринимать слова девушки всерьез. У Адри было только первое небосферы зарождающегося бога, и у нее не было темной энергии. Для таинственного небесного клана эта девушка не была особенной, и она не могла привлечь их внимание. Но так как она была связана с Шиянем, им пришлось обратить на нее внимание. Адри была умной женщиной. Она знала, что Шиянь назвал ее своей женой, чтобы вызвать уважение к нею других. Однако с ней так никогда не обращались. В настоящее время она чувствовала беспокойство и раздражение, но на ее лице оставалось спокойное и естественное выражение. Девушка ничего не сказала по этому поводу, а просто сделала вид, что это правда. На самом деле, Тушицы, который не смотрел на нее, был поражен, когда Шиянь назвал ее своей женой. Он улыбнулся и прищурился. Твоя сила концепции подобна силе клану души. Тебе нужны могущественные души, чтобы увеличить свою силу. О, верно. У меня, кстати, есть хорошие души. Прими их в качестве моего приветственного подарка. Довольно большой зеленый шар вылетел из рукава Тушицы. Было видно, что внутри находятся души. Они даже услышали отдаленные крики этих душ. Шар пролетел по воздуху, а затем подлетел к Адри. Девушка была в шоке. Она была сбита с толку и просто смотрела на зеленый шар. Затем она улыбнулась. Пять душ в сфере зарождающегося Бога. Тушицы ухмыльнулся и кивнул. Две первого неба, две второго неба и одна третьего неба сферы зарождающегося Бога. Да, они все являются членами клана души. В галактике, их души славятся своей жесткостью. Я не могу стереть их сознание души. Когда у меня есть свободное время, я пытаю их ради удовольствия. Если ты сможешь извлечь их сознание души, это принесет большую пользу твоему развитию. Таинственный небесный клан и клан души не были в хороших отношениях. Шиянь понял это основываясь на том, что Тушицы и его жена напали на Синха. Поскольку Тушицы находился на третьем небе бессмертной сферы, ему было легко убивать экспертов сферы зарождающегося Бога из клана души. К тому же, чтобы излить свою ярость, мужчина мучил их души. Шиянь сконцентрировался на ощущениях, а на его лице отобразилось почтение. Твои дары очень щедрые. Мы не знаем, как тебя можно отблагодарить. Пять душ клана души были более драгоценными, чем три души, которые Шиянь обменял на камни громового ветра, так как эти принадлежали членам клана душ с полными воспоминаниями и сознанием. Если адрес может усовершенствовать их и извлечь воспоминания о силе концепции, она сможет получить знание об особой силе концепции, которую усовершенствовал клан души. Клан души был одним из семи великих кланов, и их всегда возглавляли те, кто совершенствовал силу души концепции. Пустынный использовал клан души, чтобы создать императорское темное племя, поэтому они были очень могущественными. Если адрес может поглотить пять душ клана души, она сможет перейти на бессмертную сферу. Такой подарок адре был действительно ценным. Он повернулся и увидел, что адре начала слегка дрожать. Ее глаза сверкали, и девушка осторожно коснулась зеленого шара. Затем она схватила мужчину за руку и сказала, «Спасибо за твой драгоценный подарок, я помогу тебе контролировать его. Он будет идти тем же путем, что и таинственный небесный клан. Ты умная девушка, ха-ха-ха», Тушицы громко рассмеялся. Ему не стоило даже думать о пяти душах клана души. Они были ничем по сравнению с компасом звездных фантастических небес. Тем не менее, они могли принести ему пользу, получив хорошие впечатления от адре. Это могло повлиять и на Шияня. Когда адре поглотит души членов клана души, она встает на сторону, которая выступает против клана душ, как и Шиянь. Они станут заклятыми врагами. Если бы Тушицы мог создать врага клана души на уровне территориального предка, это было бы большим преимуществом для его таинственного небесного клана. Мы будем следить за жестокой душой по имени Минхун. Тем не менее, шанс невелик, но, думаю, вы сами это знаете. Когда мы возьмемся за руки, мы сможем только сражаться с Синхом, но убить его будет невозможно. Мы только на третьем небе бессмертной сферы, а он находится на пике. Нам стоит все более детально обдумать, сказала Яюнь. Адре тихо вздохнула. Шиянь уже думал о будущем. С компасом звездных фантастических небес он не боялся, что они не смогут вернуться в пустынную территорию. Морская область небытия принесла ему много сюрпризов. Он думал, что мог бы остаться здесь на некоторое время, чтобы совершенствоваться и достичь более высокого уровня. В результате, он может стать более могущественным, перед тем, как вернуться на пустынную территорию. С его нынешними возможностями, даже если бы он мог сейчас вернуться на пустынную территорию, он не был равным соперником ни одному существу абсолютного начала. Хорошо. Вы знаете, как усовершенствовать божественное оружие абсолютного начала. Шиянь некоторое время размышлял, а затем все же спросил. Этот трехногий нефритовый котел вызывал у него ощущение, что что-то не так. Он спрятался внутри астероида, чтобы прилететь сюда неизвестно откуда. В этот момент он должен быть внутри желудка драконьего ящера. Он находился на пике бессмертной сферы. Разве мог он этого не знать? Очевидно, что этот трехногий котел специально попал в желудок драконьего ящера. Но что он хотел с ним сделать? Шиянь чувствовал, что это действительно ненормально. Сгусток сознания души, который он оставил на котле, исчез. Вскоре он потерял с ним связь. Какое именно божественное оружие абсолютного начала? Тушицы был ошеломлен. Почему ты спрашиваешь об этом? Шиянь нахмурился. Он долго колебался, прежде чем сказать. Я восхищаюсь и уважаю вас за вашу смелость и мудрость. Я расскажу вам, что мы увидели на пути сюда. Мы. Он рассказал им о трехногом нефритовом котле. Он думал, что невозможно усовершенствовать это божественное оружие из эры абсолютного начала. Поскольку драконь и ящер проглотил его, мужчина не мог достать его или оказаться внутри существа, чтобы заняться его совершенствованием. Кроме того, мужчина почти ничего не знал о котле. После того, как Шиянь закончил, Тушицы и Яюнь долгое время молчали, а на их лицах отображался ужас. Спустя долгое время Яюнь глубоко вздохнула. Кажется, что клан души больше не в хороших отношениях с драконием ящером. Похоже, они что-то замышляют. Если драконий ящер откажется от чего-то, то они его задействуют. Тушицы выглядел задумчивым. Видя, что Шиянь ничего не понимает, он сказал. Если мы не ошибаемся, этот массивный котел – чудесное сокровище эксперта уровня территориального предка из клана души. Синха должил его, чтобы разобраться с драконием ящером. Он спрятался внутри астероида, чтобы попасть в желудок существа. Как только драконий ящер откажется от их предложения, этот нефритовый котел высосет его душу и увеличит свою силу. Думаю, драконий ящер этого не знает. Глаза Яюнь прояснились. Эй, старик, слава этого мальчишке отразилась на нас. Если мы сейчас расскажем об этом драконьему ящеру, заставит ли он разобраться с Синхом? Это возможно. Тушицы выглядел потрясенным. Если мы сможем убедить драконьего ящера присоединиться к нам и разобраться с Синхом, и если мы хорошо подготовим нападение, у нас появится неплохой шанс убить Синха. Минхун из вашей пустынной территории тоже будет освобожден, взволнованно сказала Яюнь, потирая ладоши. Если Синх умрет, это будет тяжелый удар по лицу клана души. Если к этому будет причастен драконий ящер, то его клану придется пойти по той же дороге, что и наш таинственный небесный клан. Маленький приятель, ты наша счастливая звезда. Похоже, это была наша судьба, встретиться с тобой. Засмеялся Тушицы, а затем сказал. Да, мы должны встретиться с драконьим ящером, чтобы поговорить об этом. Ой, может, тебе стоит это сделать, Ши Янь? Нам неудобно появляться там. Мне, Ши Янь был удивлен. Да, ты можешь попробовать. Кроме того, клан драконьих ящеров объявил, что любой, кто знает о темной энергии, может лично встретиться с драконьим ящером, чтобы обменяться информацией о бессмертных гранулах. Драконь и ящер застрял на своем уровне, он уже много лет ничего не может сделать, поэтому даже во сне он пытается узнать о темной энергии, чтобы перейти на уровень террориториального предка. Конечно, в критический момент он использует бессмертную гранулу, сказал Тушицы. Хорошо, я все сделаю. Ши Янь был тронут, поэтому согласился с их предложением. Глава 1377 Потрясенные Тушицы и Янь из-за своих особых личностей не могли разоблачить себя, пока драконь и ящер не узнает мрачную схему клана души. Если они себя проявят, то клан души сразу нападет на них, а клан драконьих ящеров скорее всего присоединится к этой атаке. В любом случае, всем казалось, что у клана драконьих ящеров и клана души хорошие отношения, как и между драконьим ящером и Синхом. После того, как они сняли свои маски и предстали перед кланом души, с ними велели разобраться. Поэтому Янь Юнь была вынуждена скрыть свою личность и силу, и ей пришлось оставаться в зоне третьего класса. Если они проявят себя до того, как встретиться с драконьим ящером, члены клана драконьих ящеров могут продать их клану души. Таким образом, Ши Янь должен был действовать самостоятельно. Он должен был встретиться с драконьим ящером и рассказать ему о темных помыслах клана души. В результате драконьий ящер должен будет возненавидеть Синха. Затем они смогут сделать следующий шаг. Поскольку не все гости прибыли на звезду драконьего ящера, фестиваль еще не начался. Кроме того, еще не объявили, что необходимо провести обмен на бессмертные пилюли. Туши Цей Янь решили остаться в своей пещере и ждать хороших новостей от Ши Яня. Ши Яни адрегуляли долгое время, поэтому они не знали о том, где были члены клана Небесного Глаза. Они сказали Туши Цей Янь, где находится их пещера, а затем попрощались. Они отправились в пещеру, где поселился клан Небесного Глаза, но Эвелин Адамс и Маша еще не вернулись. Недолго думая, они решили отдохнуть в их комнате и дождаться троих спутников. Каменная комната была довольно простой, на стенах не было ни рисунков, ни украшений. В ней был только каменный стол, несколько стульев и каменная кровать с подушкой. Те, кто совершенствовал боевые искусства, на самом деле не замечали проблем мира смертных. В то же время, клан Драконьих Ящеров славился своим диким стилем. В любом случае, они не предлагали большой перечень услуг своим гостям. Но клану Драконьих Ящеров пришлось с большей осторожностью относиться к клану Душе и Водному Племени. Адресила, скрестив ноги, на каменную кровать, ее глаза засверкали, и она улыбалась. Шиянь стоял у каменного стола. Фантастический пограничный камень лежал перед ним на столе. Он направил свое сознание Души и этот камень, чтобы оставить на нем печать Души. Благодаря этому Шиянь сможет контролировать фантастический пограничный камень. Он должен был сделать это со всеми камнями, а после, с помощью печати Души, контролировать их. После того, как Шиянь оставил свою печать Души, он направил пучок своей силы Бога в фантастический пограничный камень, который начал светиться и раздуваться, как воздушный шар. Вскоре после этого был создан маленький мир. Мужчина ухмыльнулся и кивнул, но не стал больше использовать силу Бога. Ему нравились эти фантастические пограничные камни, и они на самом деле очень подходили для него. Внезапно красивые глаза Адри странно сверкнули. Она покраснела и тихо сказала «Спасибо». Шиянь поднял голову и с улыбкой посмотрел на нее. После того, как Адри вернулась в пещеру, она приняла душа, переоделась в серебристое шелковое платье. Ее длинные волосы, спадающими по ее белоснежному плечу, все еще были мокрыми. Каменная комната наполнилась ее сладким ароматом, оставшимся после душа. Капли воды иногда скатывались по ее нефритовой щеке, а глаза были как холодная луна. Люди, которые не знали девушку близко, считали ее холодной, далекой и высокомерной женщиной, и она действительно относилась к ним таким образом. Однако в этот момент она выглядела спокойной и немного застенчивой. Адри нагнулась, стиснула зубы и пробормотала. «Сегодня твоя сила и слава принесли мне большой урожай. Это действительно полезно для моей базы совершенствования и сферы. Я очень благодарна». В пещере было тихо, поэтому, хотя ее голос был негромким, он эхом разнесся вокруг. Отложив в сторону фантастические пограничные камни, Шиянь улыбнулся и посмотрел на девушку. «Кажется, нам суждено было оказаться с морской области небытия. Только ты и я в этом месте. Мы знаем друг друга, поэтому мы должны заботиться друг о друге. Хэм, ты благодарна. Как ты хочешь поблагодарить меня?» Он просто хотел немного подразнил ее, чтобы изменить чувство девушки. После того, как они добрались до морской области небытия, гордая женщина императорского темного племени постепенно узнала правду. Наконец она поняла, что четыре великих создания в пустынной территории – здесь ничто. Она поняла, что ей будет невероятно сложно выжить здесь, имея сферу зарождающегося бога. В этом месте она должна была полностью зависеть от Шияня. Учитывая ее гордость, это было ужасно. Это был первый раз, когда она почувствовала себя еще хуже. Хотя она хорошо скрывала это, Шиянь был достаточно чувствительный, чтобы понять это. «Как ты хочешь, чтобы я поблагодарила тебя?» Красивая девушка опустила голову, ее брови слегка дрогнули, она стала сильно взволнованной. «Поцелуй меня», – Шиянь усмехнулся. Серебряный свет мелькнул по комнате. Очаровательный аромат проник в его ноздри. Он не успел отреагировать, как нежное ароматное тело прислонилось к его телу. На левой щеке появилось приятное чувство. Затем он услышал шепот девушки. «Ты в восторге?» Шиянь был ошеломлен, глядя на адри в серебряном шелковом платье, которое подчеркивало ее ослепительно-грациозное тело. Ее стройные бедра и плечи были похожи на белый нефрит. Она была немного ниже его. Поэтому, когда он наклонился, то смог увидеть завораживающую глубокую впадину между ее грудей. В этот момент Адри не была такой холодной и высокомерной, как обычно. Ее шея покраснела. Она закрыла глаза и не смела смотреть на него. Довольно длинные ресницы затрепетали, похоже, что она находилась в ожидании. Девушка действительно была наивной. Этот внезапный поцелуй лишил ее смелости. Теперь она чувствовала себя так неловко, что не знала, что делать дальше. Очарование Адри в этот момент заставило Шияня начать сходить с ума. Его глаза стали горячими, как бурлящее кипящее море. Одиночество во время пребывания в морской области небытия, давление семи великих кланов. Неизвестное, туманное будущее. Все это теперь смешалось. Остановившись на несколько секунд, Шиянь начал быстро дышать. Он резко обнял девушку и начал целовать в белую шею. Мужчина положил руки на ее великолепные, стройные бедра. Он медленно перемещал руки, задерживая их на потрясающих изгибах. Хэм. Девушка сильно покраснела, а ее тело начало дрожать, как будто ее ударило током. С ее губ начало слетать бормотание, будто она спала. В объятиях мужчины девушка стала невероятно слабой и беспомощной, и она не знала, что делать. В тот год, после того, как она вернулась домой от пустынного, она часто думала о крепкой и сильной фигуре. Таким образом, она тщательно изучила этого человека. Она даже не знала, почему хотела это сделать. Девушка просто хотела узнать его прошлое, его местонахождение и то, что он испытал. Она знала, что у него похотливая натура, и Адри ощущала возмущение, хотя не понимала почему. Истории об этом человеке распространялись в ее племени. На звезде цунами она была свидетелем битвы между ним и Хигом. Видя, как самый ослепительный член молодого поколения клана бога и этот человек встают, его фигура еще глубже засела в ее сердце. Было что-то, что проникло в ее внутреннее море и оставалось там так настойчиво, что она никогда не смогла бы избавиться от него. В ее глазах только один мужчина на обширной пустынной территории смог коснуться ее сердца. Жаль, что он был чрезмерно свободным парнем. Ее сокровенные чувства противоречили друг другу. Она заставила себя не думать о нем и просто отпустить. До тех пор, пока они не оказались в морской области небытия, где все было так странно, смертельно и опасно для них. У нее был только он, который находился на ее стороне. В этой области у девушки больше не было знакомых с пустынной территорией. Также не было никаких ограничений со стороны ее матери, членов ее племени и вокруг него не было других женщин. В этом месте она могла расслабиться и погрузиться в свои самые сокровенные чувства. Ши Янь крепко ее держал. Его губы перешли от ее шей к впадине между ее груди. Мужчина ощущала, что его тело стало горячим и сексуальным, как будто в него попал электрический ток. Он не знал, почему у него появилось невероятно прекрасное чувство, когда он держал ее в своих объятиях. Раньше он никогда не испытывал подобного чувства. Казалось, что даже их души объединились в одну, и это смогло породить чудеса, с которыми ничто не могло сравниться. Его руки непрерывно исследовали ее фарфоровое тело под шелковым платьем. Его дыхание было частым и громким, как у зверя. Постепенно мужчина стал ощущать, что больше не может себя контролировать. Однако, когда он собирался перенести девушку на каменные ложи, вход в пещеру открылся. Послышь.